Ребята, если вы, как и я, считаете, что блокчейн, NFT и биткоин – это все слова, которые вот откуда-то из диалогов с Патриков, типа, аляс, вы там зарабатываете по миллиону рублей в день, а не реальные технологии, которыми обеспечены какие-то другие реальные технологии, то сегодня мы пытаемся разобраться в том вообще, что это такое, как это все работает, и поможет мне вот там Серега, который является, в общем, большим специалистом в этом деле, который суммарно, я так понимаю, все называется Веб 3.0, правильно? Ну, смотри, давай мы разделим термины Веб 3.0 и Веб 3.0, для начала, смотри, что такое Веб 3.0 глобально, глобально, это туда идут VR, AR технологии, IOT технологии и так далее, то есть, если смотреть по истории того, как интернет-росс развивался, Веб 1.0, ну, ты должен помнить, люди удивляются, когда я знаю, что такое Веб 1.0 Вот эти все там... И в Типе это такой, знаешь, Веб 1.0, это типа Фидо? А, нет, я это не помню. А, ты это не помнишь, ну вот, короче, была такая тема, как Фидо, да? Нет, Фидо, давай так, Фидо, я помню, я знаю, что это такое, да, но интернет у меня появился, у меня компьютер появился очень рано, типа в 2 года, реально, я еще в Doom 2 играл, когда релиз случился, то есть не когда-то, спустя 10 лет, А вот, да, настолько я старый, да, а вот интернет у меня появился, когда в Томск провели DCL, нормальный интернет, в смысле, тогда уже, знаешь, Lineage 2 был популярен, короче, примерно вот это время Ну, вот, значит, Веб 1.0 чем характерен? Значит, что был один чувак, который писал свой сайт, все остальные могли только его читать, и количество разработчиков каких-то Веб-страниц, оно было вот, ну, мизерно прям, это были маленькие группы людей Веб 2.0, он пришел относительно недавно, это, наверное, год 2004-2005, это YouTube, это Facebook, это ВКонтакте и так далее, так далее, так далее, то есть тут появилась связь обратная с сервером, то есть ты мог заливать что-то, публиковать что-то, и ты, по сути, сам делал интернет User Generated Content Да, 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 то есть здесь сделали уклон на User Generated Content, плюс появились всякие разные сервисы, типа, там, Мой мир, вот эти вот блок-платформы, ЖЖ и так далее Ну, то есть потом уже, так сказать, более нашу бытность появились сервисы по быстрому созданию страниц, ну, вот это вот все Веб 3.0, это история про Decentralize, абсолютно, то есть здесь появляется, здесь отсутствует как таковой сервер, здесь вся информация находится в блоках, которые двигаются по цепи блокчейна, и вся информация в равный момент времени доступна всем Вот, это разница эпох, и здесь мы проводим как раз-таки вот эту вот черту между Веб 3 и Веб 3.0 Веб 3.0 это глобальный технологический, как это, горизонт, в котором мы сейчас идем, а Веб 3.0 это маленькая часть этого горизонта Это больше про подход к хранению, доставке информации, про то, как мы обращаемся внутри сети, как мы взаимодействуем друг с другом Ну, тут, мне кажется, пришло время сказать, чем ты занимаешься и как ты вообще в это все попал Ой, чем я только не занимался, значит, когда все это началось, весь этот бардак, я сначала смотрел с таким недоверием, скепсисом Потом были различные хайпы, подоги хайп и так далее, потом мы с друзьями сделали проект Крауд, Федя, привет, Ян, привет, если вы это смотрите, это будет очень здорово Значит, суть в чем, мы должны были сделать протокол, который бы позволял совместно владеть NFT То есть, грубо говоря, у тебя есть NFT, которая там... Сейчас, погодь, NFT, давай мы, короче, вот по эту историю, типа, придем, когда будем про NFT говорить Ты сейчас, ты сейчас вот продактом работаешь, правильно? Да, я сейчас работаю продактом, но, к сожалению, я уже не в Вике NFT, до этого я делал Вике NFT Я считаю, что это великий, грандиозный продукт, который нужен был рынку И я уверен, что, так или иначе, некоторая реинкарнация в рынке продукта этого, она нас всех ждет Вике это ВКонтакте, соответственно? Да, да, да Окей Просто я к чему, к тому, что ребята, которые нас смотрят, это мобильные разработчики Ты сейчас продакт в мобильном приложении, посмотри Да, я сейчас продакт в мобильном приложении суточную руку Ну вот, да, ребята все знакомые, давайте хотя бы где-то на общих знакомых словах остановимся Ну, то, как мы нырнем в NFT, там, блокчейн, вот это все Ну, давай, давай Да, типа продакт, мобильное приложение и все такое Сейчас как раз будем вот разматывать, давайте с тобой, типа, постепенно Потому что я в этом плане вообще вот тупой абсолютно Я не понимаю всех этих слов, я уже превратился, знаешь, натурально Вот не хочу оскорбить никаких бабушек, но в бабку на лавке, которая такая Пускай будет, да, пускай будет Давай бабушек не трогать, бабушек не трогать Да, бабушек сидит на святое, такого скуфа на лавке, который сидит Да, такой, молодежь, лучше бы там, знаешь, на заводы пошли Я, человек, который, типа, всегда выступал за, знаешь, такой прыг По горе, по горе Ну, типа, да, в авангарде, скажем, всяких движений таких Вот, для меня это как-то слишком быстро, короче, бахнуло И я где-то остановился вот там на соцсетях Ну, веб 2.0, судя по всему, получается Да, да, да Где-то вот на этих моментах остановился Ну, давай тогда перейдем к какой-то теоретической базе Да, вначале, наверное, общие вопросы задам А потом уже постепенно за этих общих вопросов двинемся к частности Давай-давай Вопросы, которые, вот, что я называю тупые, знаешь, вот буквально из толпы люди, которые Тупых вопросов не бывает Если ты что-то хочешь узнать, это классно Вот, которые, знаешь, из толпы идет Почему это все, вот, если так вот в двух словах ответить Почему это все не какой-то один гигантский булшит Все вот эти NFT, блокчейн и так далее Потому что, ну, со стороны реально складывается ощущение, что там каждый, ну, наверное, первый практически, кто говорит, да я там криптоинвестор, все дела Тапаю хомяка Да, да, тапальщик хомяка, да Вот сейчас хомяк, это вот прям натурально, вот этот тапальщик хомяка, который там тапает хомяка и надеется, что он сейчас себе на это купит какой-нибудь там Майбах Майбах, да, что-нибудь в таком Ну, давай, так, значит, в первую очередь надо понимать, что это технология За технологией стоит продукт уже И вопрос в том, какие продукты за этим стоят Что мы получили благодаря блокчейну, да, что, давай, вот тут как раз та база, которую я хотел сказать Так как я уже упоминал о том, что это цепь блоков, это все равномерно доступно в один момент времени всем Соответственно, у нас появляется полная прозрачность информации внутри системы А значит, у нас появляется возможность фиксировать право или отслеживать какие-то объекты Ну, вот самый простой пример из нашего государства – это честный знак Что где-то произвели, наклеили наклеечку, кто ее отсканировал, опа, она есть в базе, проверилось, все Подтвердилось происхождение А блокчейн здесь дает что? Ну, типа, даже и раньше подобные, все реестры были всякие там и так далее Так вопрос в том, что этот реестр, он централизованный Ты не можешь прийти в качестве любого стороннего разработчика получить эту информацию Есть одна компания, которая отвечает за этот реестр Блокчейн в данном случае, он заменяет эту компанию Эта информация доступна всем в равный момент времени Соответственно, у нас сокращается количество возможностей компрометировать эту информацию Потому что ты всегда можешь в блокчейне отследить, кто был автором той или иной записи Ты всегда можешь посмотреть, как эта информация появилась, куда она ушла и как она перетекала Соответственно, когда мы говорим про централиз, любой, он подвержен скаму, так или иначе Давай здесь расшифруем для бабушек, опять же, для скуфов, простите, для скуфов, да То есть, грубо говоря, если мы говорим про какую-то централизованную систему хранения То я могу прийти к Ивану Петровичу, сказать, Иван Петрович, вы замечательный человек Подарите ему бутылку коньяка и сказать, удалите, пожалуйста, вот эти вот нехорошие записи отсюда Или добавьте, наоборот, что-то, что вот там не должно, по идее, быть А в блокчейне я этого сделать не могу технически Ты можешь это сделать, но это, а, будет доступно всем И, б, блокчейн, это технология доверия То есть, это увидят сразу все пользователи, что это было добавлено Почему это добавлено, для чего это добавлено Это сразу начнет компрометировать себя То есть, за счет этого, как раз-таки, достигается вот этот эффект прозрачности А давай, знаешь, опять же, для того, чтобы не было ощущения, что вся эта история про тапанья химика Какие-то, может, примеры хороших вещей Ну, ты сказал уже, честный знак Примеры хороших вещей, которые были сделаны благодаря этой технологии Слушай, ну, сейчас пока что говорить про такие крупные продукты еще не приходится, к сожалению По одной простой причине, потому что пока что это все воспринимается как глобальный скам Но вот самый простой пример того, что можно сделать Это, например, ну, подожди, нет, давай так Смарт-контракты Это хорошая штука Это любой ЭДО, по сути, электронный документ-оборот Ну, например, представим, что ты, ну, представим классическую ситуацию Ты идешь на прием ко врачу Ты можешь находиться сразу в нескольких клиниках У тебя будет единая карта, которая будет в зашифрованном виде храниться в блокчейне И только с подписи твоего кошелька доктору станет это доступно Например То есть, грубо говоря, кстати, насколько я слышал, в Минздраве, типа, есть уже вроде, как я слышал Есть электронная карта, это, опять же, централизованный сервис Тебе надо получить туда доступ, тебе нужно как-то туда зайти Самый простой пример, это МИДСИ, у них есть приложение Ты в любой клинике, у тебя есть история, все накапливается С точки зрения цифрового сервиса, офигенно Как пользователь МИДСИ могу тебе сказать, что оно не только накапливается, но уже в МИДСИ Вот если я просто там лечусь, да, когда я сдал там какие-то анализы, условно, они у меня на госслугах появились Вот это для меня что-то новое То есть я, в принципе, давно думал, блин, классно было бы, чтобы я не ходил, знаешь, там, условно, я сегодня здесь полечился, завтра там Чтобы я не ходил, да, к каждому врачу и заново не описывал вот все, что у меня там прошлое То есть, вот, понимаешь, и вот тебе пример А если ты вдруг окажешься там, где, ну, например, ты уедешь в другую страну Ну, то есть тебе нужно каким-то образом экспортировать эту всю историю Так как она лежит на централизованном сервисе, и вряд ли для этого есть возможность Соответственно, это те данные, которыми ты можешь обладать И которые ты можешь предоставлять для просмотра только тем, кто их запросит Ну, то есть это космически классная технология Телеметрии в автомобилях Например, да, борьба со скруткой пробега Все это записывается в блокчейн Вся информация прозрачна Ты вбиваешь, например, ну, это может быть в виде NFT, в виде чего угодно Ты вбиваешь запросы апдейта И все, оно пишется в блокчейн автономно с блоков в машине И ты можешь зайти в блокчейн, посмотреть, что там и что на условном одометре Тогда вопрос следующий Вопрос, который, мне кажется, возникнет у всех Особенно у тех, кто еще больше скув, чем я, что называется Типа, а вопрос безопасности Если любой чувак может зайти посмотреть, там, не знаю Данные о каком угодно автомобиле, да Это же можно как-то, наверное, использовать в нехороших целях Ну, смотри, какие данные, там, в нехорошем виде, да Тебе могут для автомобиля повредить То есть, если ты не компрометируешь вин Если ты не выкладываешь какую-то чувствительную информацию Или ты ее не выкладываешь в открытом виде То все будет окей А кто это определяет, что выкладываешь, что невероятно Разработчик софта, который пишет в блокчейн То есть, как я упоминал, смарт-контракты, да Но думаю, что это next step И мы чуть дальше об этом подробнее поговорим Разработчик софта может принять решение То есть, ты можешь раскрывать эту информацию Благодаря подписи своего кошелька Потому что, по сути, тот объект, который ты выпускаешь Ты выпускаешь его за авторством Там, некого своего кошелька То есть, у тебя есть уникальный номер в сети Если ты его с собой не проассоциировал Никто не узнает, что он твой Это во-первых А во-вторых, какие-то операции Например, на чтение тех же самых токенов на кошельке Получение оттуда какой-то информации Особенно чувствительной Ты можешь регламентировать согласием Подписью кошелька То есть, типа, ты приходишь к врачу Сканируешь QR-код Он такой, типа, предоставить доступ к моей медицинской карте Подпись Все, он предоставил ему доступ Он посмотрел, закрыл Все Ты это, типа, там, условно флешкой подписываешь Ну, не флешкой, но, да, телефоном Ну, NFC, ривером каким-то Не-не-не, прям телефоном То есть, есть, например, кошелек Metamask Там, самый простой пример Когда ты авторизуешься на сайте Где угодно Ты подписываешь своим кошельком Какую-то транзакцию Что ты, это ты Вот, соответственно Для того, чтобы получить доступ к информации С твоего кошелька Особенно с ключом связанным, да, с секретным Ты подписываешь И все, пожалуйста Вот, доступ появляется Мне, как разработчику, сразу возникает вопрос Насколько это ломабельно То есть, я знаю то, что, условно И, опять же, это неподтвержденная информация Но, скажем так, на определенной кафедре Говорили о том, что алгоритм там РСА до 1, ну, до 1024, да Он уже вполне силомабельный Слушай, тут я не берусь на экспертизу Если мы говорим о каком-то срезе То мне кажется, что Это очень много времени И очень мало результата То есть, условно говоря, тебе нужно для того Чтобы получить доступ к каким-то данным Во-первых, тебе нужно подобрать Минеманическую фразу Это 12 случайных Это 12, 16, 18, 24 символа Не символа, а слова То есть, это последовательность слов Это достаточно сложно И если, там, пользователь, он не совсем деревянный То он эту фразу, там, хранит отдельно Безопасно и все Ты же понимаешь, как это будет храниться Если представишь, что система массовая Да, допустим, там, не знаю Моя мама, мой папа этим Покетчатил, бабушки, дедушки пользуются То это будет все аккуратненько переписано в тетрадку И, соответственно, ты, получая доступ к тетрадке Получаешь доступ, по сути, ко всей жизни человека Ну, да Это риск, который сейчас также имеется Ты получаешь доступ к мобильному телефону человека Перевыпускаешь сим-карту Сам знаешь, много таких случаев было Да Вот, ты перевыпускаешь сим-карту Да, сейчас операторы лочат на день Но если, предположим, гипотетическую ситуацию Чувак улетел на Бали У него здесь перевыпускают сим-карту, он ни сном, ни духом А тем временем авторизация в мобильном банке Авторизация в госуслугах Авторизация еще где-то Оно все утекает Взлом аккаунта Apple Пожалуйста, связка ключей Взлом аккаунта Google Связка ключей, пожалуйста То есть риски пропорциональны Но только здесь есть нюанс в том, что Когда ты вводишь пароль на каком-то стороннем сервисе Ты его можешь компрометировать тем, что ты поставишь такой же пароль В уязвимом сервисе А здесь эта мнемоническая фраза Она используется только для импорта кошелька То есть ты его импортировал, а дальше все операции ты сам подтверждаешь То есть ты один раз входишь и все Ты вот эту тетрадку убираешь куда-нибудь на верхнюю полку В сейф В сейф, да, и все Ну, то есть обновил телефон, импортировал Открыл сейф, ввел, закрыл А что делать, если ты, допустим, я не знаю, ну забыл их По голове тебя ударили, ты память потерял Ты потерял все, доступ к своей жизни Да Вот это, конечно Тут есть разные решения на этот счет То есть тут давай мы немножко пойдем еще, опять же, на уровень базы Есть три типа кошельков Холодный, он же аппаратный Горячий, программный Он же делится на кастодиальный, не кастодиальный Давай самого простого Холодный, это отдельное устройство Это вот прям флешка, леджеры Ну, наверное, ты в курсе Я как индивидуальный предприниматель У меня есть такая флешка, которая, это, ЭЦП ЭЦП, да Чтобы подписывать документы, мне нужно вставить флешку Ну, у меня такая же есть, но там немножко другой принцип действия Но в целом похоже То есть у тебя активы хранятся на твоем холодном кошельке Для того, чтобы извлечь, тебе нужно произвести некоторую операцию Он используется именно для накопления Как такая сейфовая банковская ячейка Которая вот представлена электронным устройством Биски Что... Ее покидят, ну, украдут Что ее украдут, ты ее потеряешь И железка выйдет из строя Один мой товарищ заморочился И, чтобы ты понимал, у него в качестве холодного кошелька Ноутбук, с которого он выдрал все порты То есть там только по изорнету втыкаешь, короче, его И что-то делаешь Получается же, что, ну, поскольку любая информация, в принципе, подлежит копированию То флешку я могу скопировать Не взломать, а просто скопировать Нет, не можешь Почему? Во-первых, это не классическая флешка Это просто форм-фактор Насколько вот мне известно Насколько последний леджер я видел Просто подключается на зарядку Все остальное ты выполняешь с помощью приложения То есть это как спутник Ну, то есть это не устройство, которое... Грубо говоря, если прям совсем упрощает То флешка это часть ключа Вторая часть ключа, она лежит... Да, она лежит, да, на устройстве Даже если ты скопируешь флешку без второй части, соответственно, без смысла Да Совершенно верно Вот, значит, дальше идем к программным кошелькам Они же горячие кошельки Почему они горячие? Потому что они позволяют оперативно совершать какие-то транзакции Кстадиальный кошелек Это кошелек, например, Binance, OKX и вот этих всех бирж Риски, ну, по-моему, всем очевидно, да Binance сказал, все, вы русские нехорошие люди Вам, короче, нельзя Binance Вот это вообще удивительно, если мы говорим про то, что это все децентрализованная история Binance не децентралайз Нет, я понимаю, но в целом же, ты сам сказал, что эта вся технология, она нужна, вот, ну, веб-3, да, он про децентрализацию И тут мы получаем, что моментально на все про все появились биржи, все ходят через эти биржи, сейчас все там через теле... ну, простые люди, я имею в виду, не сведущие, да, в этой всей истории Они там через телеграм покупают крипту, продают крипту и вот это все, соответственно, телеграм имбанит аккаунт и все, что ты там держал на своем кошельке телеграмовском, ты тоже теряешь Ну, да И там тебе приходят дяди всякие и говорят, что-то ты нехороший человек, как бы, ну, опять же, централизация Кстати, ты знаешь, я вспомнил одну смешную историю про мнемоническую фразу, приходят дяди и так далее Кажется, несколько лет назад у нас был коррупционный скандал, когда к какому-то то ли МВДшнику, то ли военному пришли с обыском И у него обнаружился кошелек с 50 биткойнами, по-моему, или что-то около, ну, может быть, даже больше И мнемоническая фраза там лежала в папке, короче, и оперативники просто зашли и ее скопировали Ну, это очевидно, да, большинство людей записывают пароли в тетрадку, типа, это подавляющее большинство людей Это база, да, 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 ну, это просто смешная история, которая мне вспомнилась Значит, про Binance и им уже подобное То есть, как ты понимаешь, с развитием технологии упрощаются какие-то пользовательские интерфейсы, да Соответственно, для того, чтобы упростить задачу взаимодействия с блокчейном Те, кто хотел присоединиться вот именно к заработку Кто интересуется не как технологией, а как инструментом заработка То есть, играет на бирже, волатильность валюты, ну, что я буду объяснять Трейдинг, да Понятное дело, что тут нужна более высокая скорость реакции Более высокий отклик системы Блокчейн такого не дает, потому что запись в блокчейн происходит раз в какое-то определенное количество времени То есть, блок формируется какое-то время, потом он валидируется После этого, когда валидаторы сказали, все окей Он уходит в блокчейн, и эта информация записывается в блокчейн Ну, условно говоря, ты приходишь за хлебом, хочешь расплатиться эфиром, делаешь переводы, 10 минут стоишь, ждешь, пока блок сформируется, отправится в блокчейн, транзакция подтвердится А вот, кстати, давай здесь тоже маленько остановимся, потому что... Давай сейчас про кошельки закончу Давай, все, вернемся Вот, и третий вид, самый распространенный, это не кастодиальные кошельки Это как раз MetaMask, ToneSpace, частично Вот, сложно его сейчас схарактеризовать как-то для меня Но он скорее кастоди, чем не кастоди, конечно Вот, это кошельки, которые позволяют тебе быстро, оперативно, вне зависимости от привязки к сервису, что-то делать Соответственно, они имеют самое большое распространение И они считаются как бы такими наиболее безопасными Есть такой принцип в крипте, что, типа, твое только то, чем ты можешь управлять Все, что у тебя на кошельке, это действительно твое Вот, соответственно, если ты управляешь кошельком, то все активы на кошельке твои Если ты не управляешь кошельком, то все активы на кошельке не твои автоматически Потому что с ними можешь сделать все, что угодно, что угодно Это примерно та же ситуация, что с банком Ты пришел, положил деньги в банк, банк, не знаю, условно схлопнулся И, конечно, там есть АСВ, страхование вкладов и так далее Но пока ты эти деньги получишь Или вот банальный даже пример Ты положил деньги в банк, кому-то перевел И тебе ваши деньги заморожены А ты стоишь на кассе и такой, елопал, а что мне делать-то, типа По сути, по сути, вроде твои деньги Но ты ими не управляешь Да, да, совершенно верно Тебя могут в какой-то момент лишить к этому доступа И ты потеряешь все, что у тебя там красиво цифры Ну вот, и понимаешь, изначальная история с блокчейном и криптовалютами Она как раз была в том, чтобы сделать ответ Централизованной экономической системе Что ты распоряжаешься полностью своими активами в цифровом виде То есть это такой аналог цифровых некоторых денег Некоторые ценности И, соответственно, что получается Что, ну, мы разобрали, что вот есть три типа кошельков Соответственно, все, что происходит на централизованных биржах, понятно И, соответственно, вопрос, как торговать тогда, если, ну, децентралайз Есть децентрализованные биржи PancakeSwap, Uniswap и так далее То есть это прям смарт-контракты Которые зашиты в блокчейн и исполняются по определенным правилам То есть у тебя есть с одной стороны ликвидка, с другой стороны ликвидка И вот оно обменивается с комиссией биржи Без участия человека Надо сейчас будет все это перевести Сейчас Вот, как раз мы подошли к смарт-контрактам Да, это то, что нам подарил блокчейн, очень классно Это именно эфир, Виталик Бутерин Будешь, если будешь смотреть, привет Вдруг Я сомневаюсь Хотя, извините, небольшой автоп Как-то раз я помню, я делал обзор исходников Telegram Зашел автор Telegram, он не дура, в смысле, а тот-то код написал И такой, типа, там все сгенерировано Я, типа, разбираюсь, он такой, это все коды генерированы И ушел Я такой, прикольно Значит, ты все равно ничего не докажешь И ушел Про Виталика Бутерина тоже небольшой автоп Смешно Солана делают русские Эфир делает выходцы из России Тон, Telegram, русские То есть, основные три блокчейна, на которых сейчас все зиждется Ну, не считай полигона, полигон это индусы Но я уверен, что там тоже были русские Когда я начинал этот канал, большинство людей подписывалось на него Из-за так называемого хардового контента Где я разбирал библиотеки Разбирал различные фреймворки Показывал, как писать код Показывал, как выбирать архитектуру И так далее И очень многие скучают по этим видео И думают, что я перестал их снимать Но на самом деле это не так Я не перестал их снимать Просто теперь все эти видео я переместил в специальное свое закрытое комьюнити Чтобы подписаться на это закрытое комьюнити Вы должны пройти по ссылке в описании Выбрать Тир 3 на сайте Бусти Либо вот можете по QR-коду пройти И там, соответственно, подписаться И внутри вам будут доступны все те же самые видео Только в гораздо более крутом качестве Посвященные архитектуре Многомодульности Градлу Композу И другим разным примером написания кода Причем это будет как mock-interview Так код-ревью Совместное парное программирование И даже различные презентации Ликбез, которые я никуда не выкладываю Которые сделаны исключительно для этого сообщества Ну и, конечно же, ранний доступ в видео И поддержка того, что я делаю Ну все, не буду больше отвлекать от просмотра Если что, переходи по ссылке в описании И увидимся в сообществе Возвращаясь немножечко вот к тому, что такой смарт-контракт Ты сказал, что там есть деньги с этой стороны Есть деньги с этой стороны Вот, да, давай я расскажу Значит, про смарт-контракт К этому я хотел вернуться Просто про блокчейн и так упомянулось Значит, когда появился эфир Появилась возможность размещать исполняемый код То есть, грубо говоря Как скриптик на джава-скриптик Да, да, да То есть, он публикуется в блокчейне Ты можешь к нему обратиться Чтобы выполнить какую-то определенную операцию Например, мы с тобой договорились Не знаю, о купле-продаже машины Пример, мой любимый пример про машины Ничего не могу с собой поделать, простите Значит, у тебя есть машина Какой-то ее имитет в цифровом виде Ну, допустим, NFT-шка Предположим, к NFT потом придем У меня есть деньги Ты помещаешь на этот смарт-контракт NFT-шку У смарт-контракта условия Что на этот смарт-контракт Должна быть внесена вот такая-то сумма После чего вот эта NFT-шка Перейдет на тот адрес Которого были отправлены деньги Давай вот сейчас перефразируем NFT-шка в данном случае По сути, это некий договор Как купли-продажи Договор о праве собственности Это как сейчас вот эти скроу-счета Есть в квартирах То есть, ты застройщику перечисляешь Не напрямую деньги А на некий счет, который заморожен И вот когда он достроит И тебе перейдет право собственности Он получит деньги Он получит эти деньги Совершенно верно Вот хороший пример Все так То есть, NFT-шка в данном случае Это какое-то право на этот автомобиль Ты его кладешь в некоторое хранилище Ячейку Только цифровую Да-да-да Соответственно, я вношу деньги И деньги перечисляются С этого смарт-контракта тебе А NFT-шка уходит мне Все Это имеет какое-то вообще Государственное обеспечение Тебе могу прийти в суд Показать эту NFT-шку И сказать, что Чуваки, он реально мне ее продал А не просто там Нет В нашей юрисдикции нет Есть страны, где да Вполне себе Многие страны сейчас идут в это По крайней мере, точно знаю, что Эмираты То ли принимают То ли приняли Сейчас не знаю Правовой статус К сожалению Вот этот вот закон О том, что можно Имитировать Эмитент От слова Эмитент Имитировать Просто Выпускать Цифровой актив На любой физический актив И в таком случае Можно там продавать С помощью NFT-квартиру Вот То есть там это уже Начинает работать Ну и соответственно Таким образом Ты в принципе Можешь продавать По сути, что угодно Хоть диван на Авито Да, да, да Совершенно верно Тут вопрос в том Что Насколько это дивану необходимо Чтобы он продавался С помощью NFT Ну тут понятно Вы скорее всего встретились Там ты диван отдал Тут как бы Да, да Ну а если это какая-то Значимая штука Например, коллекционная Вот Вот про это как раз Давай мы здесь Немножко про смарт-контракты Закончим И потом Нырнем вот в эту историю Потому что есть Что рассказать Значит, смотри Про смарт-контракты Вот мы там Выполнили эту операцию Соответственно Операции могут быть Более сложные Более многоуровневые С большим количеством Подтверждающих Соответственно Смарт-контракт Может запрашивать Разные подтверждения То есть это может быть Какой-то файл Который ты получаешь В случае Там, не знаю Ты работаешь На работе Да, на какой-то условный Ты там Делаешь какой-то проект Тебе за этот проект Там Вы договорились о том Что тебе выплатят Там, не знаю Три тысячи долларов Условно Это все положено В смарт-контракт И тебе нужен Какой-то ключ Для того, чтобы его Открыть Соответственно Когда все закончилось Тебе выдают этот ключ Ты идешь и получаешь То есть ты знаешь Что эти деньги есть Тебя уже не кинут Ну, что бывает Иногда Что там денег нет На самом деле На той стороне А тут эти деньги лежат Ты их видишь Они лежат на полочке Ты можешь посмотреть В блокчейне каждый день Вот Соответственно Дальше ты идешь Получаешь некоторые ключи Идешь в смарт-контракт Отпираешь И получаешь деньги Получается И ты со своей стороны Можешь тоже сказать Что вот сейчас пока что Этот сайт принадлежит мне Который я вам там Условно на заказ делаю Вот мы опять же Право собственности Я кладу свое право собственности Ты кладешь Может быть туда креденшалы Да И соответственно Когда мы там Ударили по рукам Мне перечисляется 3000 долларов А им уходят креденшалы Ну и право собственности Да, да, да Совершенно верно Ну то есть Глобально сейчас Кстати о процессах Интересно В ТБ Когда читал лекции Обсуждали Что можно ли Каким-то образом Посмотреть активы Они хотят в пользу Там должников Короче списывать У них есть мысли Списывать криптоактивы Прикольно Да Это в космосе вообще Вот И возвращаясь к коллекционным предметам Как раз мы здесь поговорим Про NFT Потому что NFT На мой взгляд Самая подходящая Самая инфо-цыганская штука Вот просто Вообще ничего не говори Начну с тезиса 95% NFT Вот Тут можно запикать Но оставь как есть Вот И я с этим тезисом Полностью согласен Потому что Когда появилась технология NFT Что такое вообще NFT Это не взаимозаменяемый токен Значит что Это некоторый формат Как бы Объяснить то Сделаю такую Подводочку К твоему Следующему выпуску Которую ты обязательно выпустишь Это некоторый формат Типа Винрара Вот Который Позволяет туда положить Какой-то контент И какую-то метадату И когда ты это публикуешь в блокчейн У тебя есть Подпись авторская То есть Твой кошелек Выступает В роли Автора И тут начинает Создаваться цифровой след И история Вот например Бэнкси Как подтвердить работу Бэнкси оффлайновскую Пока он не выложит это куда-то Что это я сделал Никак Но если он С своего кошелька Публикует работу То ты точно знаешь Что это его работа Ну то есть в реале Мы грубо говоря Понимаем Что Бэнкси сам Выходит со своего Официального аккаунта По сути Такое же подтверждение Мы же не знаем Что там за человек скрывается Просто есть какой-то аккаунт Условно в Твиттере Или в Инстаграме Запрещенном на территории РФ С галочкой Что типа Это я нарисовал И все такие Ну это он нарисовал Соответственно С какими-то там Вот не знаю Работами там Леонард да Винчи Или вот я Мона Лизу Например видел в Лувре Вот там Мона Лиза в Лувре Выглядит следующим образом Не все знают Она там под тройным стеклом Да ты там типа Ты во-первых заходишь Там где-то метра за два От нее Такая вот ленточка натянута Куда тебя не пускают уже Потому что ну много Неадекватных людей было Которые пытались там Обливать Как-то портить И так далее Соответственно За этой ленточкой Еще стоит 3 метра людей Которые потому что Там пытаются что-то разглядеть Ну мне хорошо Я высокий Я вижу как бы вот И даже если ты подойдешь Вплотную к этой ленточке А я подошел в итоге То ты вот с двух метров Видишь Вот такую вот рамочку Которая типа там За тройным стеклом Ну там что-то видно Грубо говоря То что это вообще Настоящая Мона Лиза А не какая-то Вот просто распечатка Из интернета Да Подтверждает Ну по сути Ее нахождение в Лувре Авторитет Лувра Да Ну вот тут такая же история То есть когда я упоминал о том Что весь блокчейн Технология доверия Да Что ты нарабатываешь Цифровую репутацию На свой кошелек Какой-то определенный А потом Ты ее уже можешь Эксплуатировать То есть вообще Как появилась технология NFT Это был запрос Диджитал художников О том Мы хотим Подтверждать Что это наши работы Кстати Что думаешь По поводу того Что вот сейчас художники И всякие авторы Там судятся с OpenAI По поводу того Что они взяли Без спроса их контент Обучили на нем И теперь Вытесняют их с рынка Слушай Очень сложно Мне об этом рассуждать Потому что Во-первых Что значит взяли бесплатно Если это попало в интернет Если это не было защищено Ватермарком Если это каким-то образом Было общедоступно То Ну то есть Например В поиск Вбиваешь картинки Да Вот тебе там Ну Ишка Ишка все равно Она будет там Она будет это брать И к этому надо быть Просто готовым Потому что Все что попало в интернет Остается в интернете Так или иначе Вопрос к исходным данным Это первое Второе Вопрос исходной ценности Есть классные чуваки Зубков Вяльцев Миша Либерти Кто еще Ну вот давай Наверное На Зубкове остановимся А Миша Мост Миша Мост Миша привет Сегодня у нас Это день приветов Да день приветов Не ну Миша Мост Это отдельный художник Который всегда в моем сердечке Это человек Которым я Прям искренне восторгаюсь Потому что Когда ты Первый раз С ним знакомишься Это вот знаешь Чувак Про которого написана Статья в Википедии Которая есть В списке Forbes Там и так далее Типа идешь с ним Он тебе рассказывает Про то Про это Там вот Кстати У меня есть даже такая штука У меня там в бумажнике На карте Наклейка команды Зачем Ну ты видел наверное Этот тестамп Зачем С знаком вопроса С точкой Или с восклицательным знаком Не видел Не видел Обрати внимание Как-нибудь в городском ландшафте Это вот собственно Миша К этому был сопричастен И я искренне восторгаюсь Сейчас он исследует Тему Могут ли творить роботы И он там с помощью дронов Рисует огромные муралы Посмотри Это классно Вот Собственно Есть классные чуваки У которых есть авторская фишка Есть авторский почерк Они что-то исследуют Да Ну вот сюда же Упомянутого Бэнкси Вложим Потому что Он самый известный Самый известный Да Но я здесь Акцентирую внимание Немножко на другом Я на Жене Зубкове Акцентирую внимание Ты видел комик Северный паук Нет Короче Женя нарисовал комик Северный паук О чем О том что Что было бы Если бы Типа человек паук Появился В России В каком-то северном городе Блин Я хочу это посмотреть Это классно Он выпустил уже второй комикс И Вот в этом ценность То есть Нейронку Ты можешь задать ей Какой угодно Промпт Она что-то нарисует Но не факт Что ты получишь То что ты хочешь Поэтому Авторский замысел Все равно остается Очень важным элементом И чем более узнаваемо Это Тем более это востребовано Я не спорю Что Какое-то количество вещей К сожалению Уйдет Нейронкам 3D модельки Для игр Какие-то Моушен эффекты Какие-то такие Примитивы Которые ты вместо того Чтобы там Потратить на это 2 часа Ты 15 минут Сгенерировал этот нейронк Это окей Но когда мы говорим Об уникальных объектах А я как человек Который связан с творчеством Очень много Могу об этом говорить То есть у меня там Чтобы ты понимал Была аудиофотовыставка Фото звук она называлась То есть я совместил Фотографию И в этот момент Я записывал окружение Но нейронка такой не родит Ну короче Речь идет о том Что возвращаясь нейронка Она не заменит концепты Концептуальности Концептуальности Не заменят Еще очень долго Потому что она будет Так или иначе Учиться на том Что есть И сейчас нейронка Это инструмент Типа Взять все что есть Мешать это в кучу И из этого Попробовать генерировать Какие-то результаты Это вот как раз Знаешь Меня пугают С моим проектом Часто Сусаниным Собственно Типа Да тревел тех Короче нахер не нужен Туистический контент Нахер не нужен Придут нейросети И все убьют Составят тебе маршрут Условно Да-да-да Я говорю Попробуй Мы взяли с одним чуваком Прям на аспор При нем Я говорю Давай свою нейронку сюда Давай вот нашу родину Сергиев Посад Посмотрим Что он тебе предложит И это такая дичь Я говорю Откуда она будет Брать эту информацию Соответственно Мы просто перейдем К тому моменту Когда Будет Типа операторы нейронок И поставщики данных И поставщики данных Это будут очень дорогие люди Которые будут генерировать Данные уникальные Которых нет в сети И появятся уникальные Банки данных Я думаю Что мы к этому Просто придем Я потом тебе за кадром Кое-что расскажу Интересное Ну окей Давай вернемся к теме Да вернемся к теме На самом деле Это по теме Почему? Потому что NFT Это в том числе Я так понимаю Способ Подтвердить Что В том числе И нейронкам сказать Ребята Вот это брать нельзя Вот это мое авторство Я могу это доказать Смотри Совершенно верно Можно так рассуждать Но вопрос в том Что Это же находится В публичном поле Пока это опубликовано Скажем так Веб-2 В классическом То есть это ищется В поисковиках Ну ты можешь Например По хеш-суме Картинки Что-то там посчитать Но ты же не увидишь авторство То есть тебе для того Чтобы проверить ее авторство Нужно идти в блокчейн А блокчейн пока Не так распространен Как мне бы хотелось Например Есть площадки OpenSeer Арибл Да Известный Известный Маркетплейс Цифрового арта Ну там можно Это отследить Да Но какой процент Будет отслеживать Никакой Пока что Опять же Вопрос такой Немножко юридический Получается Вот допустим Я снимаю Не знаю Сериал например И мне нужно Нахватать там Каких-то артов Еще что-то Да даже ролик На ютубе Просто не важно И в целом Пока ты там Ну условно ютубер Да всем на тебя насрать Типа ну там Снимаешь Вот да Но если ты снимаешь Какой-то продукт На ТВ например То там за каждую Картинку Ты будь готов Что тебе придется В суде Случай чего Отвечать И вот сейчас Если я Через NFT Что-то приобрел И кто-то это Заюзал Ну в условном Каком-то сериале Да Или в любом продукте Я не смогу Ничего так Смотри Тут вопрос в том Что с точки зрения Законодательства Тут может быть Отчуждение Авторского права То есть У тебя есть Источник подтверждения Что тогда-то Это изображение Было создано Тогда-то Оно перешло На владение Но тут вопрос В том Как суд На это будет реагировать Потому что сейчас Таких прецедентов Пока в нашем суде Не было Насколько мне известно Может быть я не прав Поправьте меня в комментариях Буду благодарен Вообще Не стесняюсь ошибаться Как Лебедев Если обосраться То громко Вот Собственно Соответственно У тебя есть Возможность Отчуждать Таким образом Права У нас есть Кстати По-моему Даже А слушай Да У нас Есть Сервис Просто о нем Все забыли Потому что Он никому нахер Не нужен С возможностью Отчуждить 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 Своё авторское право В формате NFT Есть там Реестр Блокчейн Все дела Но Я не помню Даже как это называется Я помню Что это есть Но Это настолько Никому не нужно Что я про это Даже в общем-то Забыл Ну окей То есть И в эту сторону Пока особо не двигается А это законодательство Понимаешь То есть Любая технология Она через что растет То есть Давай вспомним Наше счастливое детство Да Там Было ICQ Было классно Потом пришли Большие соцсети Было классно Потом Это все начали Регламентировать То есть Прошло какое-то время Ты посмотри То есть Мы вот сейчас В 2024 году сидим Там да У нас Да да Ролики сносятся Картинки Посты целые Одни каналы Даже в телеге Показываются В одних странах Да 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 То есть Вот И началось регулирование Да И мы вот снова Вернулись в формату Аськи Ну типа Телеграм Ватсап И так далее Но уже по-другому И уже другое поле Совершенно То есть Если раньше нужно было Знать Юин То теперь достаточно Знать номер телефона И тебе пожалуйста Вот вся Вся простыня Про человека доступна Вот Поэтому Законодательство Это должно догнать И С точки зрения Законодательства В России Законодатели пока Блин Ну чешут репу Что с нами делать С криптонами Непонятно Трансгран огромный Там По некоторым оценкам 4 триллиона рублей За прошлый год Трансгран криптовый Составил Есть санкции Которые хочется Преодолевать С помощью крипты Но пока у этой системы Нет прозрачности Я тебе про это Чуть попозже расскажу Давай мы все-таки Вернемся к NFT Потому что Я хочу подраскрыть Эту тему Значит Про подтверждение Уникальности NFT как раз Да Очень отлично Для этого подходит Есть крупные бренды Которые Выпустили свои NFT Например Louis Vuitton К своим коллекциям Выпустил NFT И соответственно Это подтверждает Что это оригинальная вещь И плюс А это как работает Типа ты покупаешь сумку Покупаешь сумку У тебя есть Да Метка Метка По которой ты можешь Получить токен Ну как вот у нас Например были Худосы Которые мы В старте ВК и NFT Раздавали Там была метка Ты ее сканировал Вводил код И получал Я вижу прекрасное будущее Когда ты идешь по улице К тебе подбегают Безумные люди С телефоном И такие Ну-ка дай-ка я проверю Настоящие люди У тебя Луи Виттон Уже Ну есть такие штуки Типа В Куар зашито Пожалуйста Но есть технологии Такие Которые позволяют У меня есть знакомые Которые этим занимаются Это круто Но Как бы Не нужно Ну Знаешь По сути классно Но зачем Ну то есть При покупке Какой-то вещи Дорогой Ты ориентируешься На что Тебе важно Сколько она стоит Или тебе важно Насколько она Тебе симпатична То есть Какая тебе разница Футболка за 5000 рублей Или за 105 тысяч рублей Ну да Нет Это понятно А на вторичке Ты ее будешь продавать Ну серьезно История с брендами Это вообще такая Это тяжело Да Ну вот Значит И Луи Выдает вот эти вот NFT-шки Это какой-то закрытый Клуб Собственно Кстати Почему 95% NFT-шек Обесценился и сказал Что это все так Потому что у них Нет утилити То есть Когда произошел Хайп технологий Когда вот это вот Все вот так вот Стрельнуло вверх Мы получили что Мы получили огромное Количество картинок Вот реально просто Картинок Которые не имели Под собой никакой Реальной ценности Да То есть Есть например Коллекция Которую я не устану Приводить Пример Я ее обожаю Бород Эйп Яхт Клаб Коллекция скучающих Обезьян Очень известный Образ В чем суть Это не просто NFT-шка Она тебе дает Пропуск в закрытый Яхт Клуб В котором ты там Участвуешь в мероприятиях Звезды и так далее И в какой-то момент Обладание этой NFT-шкой Было очень престижно Ну вот Собственно Время шло Это сохраняется Коллекция там Периодически падает Поднимается Но плюс-минус Имеет одну цену Вот Это круто Потому что под ней Есть реальная ценность Да Это пример крутого кейса Соответственно Как только будут появляться NFT-токены Предоставляющие реальную ценность В этот момент Очень все сильно Может поменяться Из самых простых примеров То что там Я например Хотел реализовать В рамках VK NFT Это Вот знаешь Есть там Утиле 2 По-моему Еще у кого-то Из операторов есть Вот эти вот Оставшиеся гиги Там Гигабайт Ты можешь отправлять Да-да-да Утиле 2 Да-да-да Ну еще по-моему У кого-то У них есть биржа Встроенная Да Но тем не менее То есть Встроенная биржа Это хорошо То есть Ты там обмениваешь Что-то Но классно Когда ты можешь Это вывести В какой-то Некий цифровой актив И продавать Это еще где-то И вот Такие остатки Например В виде NFT Отчеканивать И выставлять На каком-то marketplace Ты забрал это Или архивный тариф Или какой-то Уникальный тариф Или там Была идея С Альфа-банком Сделать коллабу У них сейчас Вот эта вот история с котом Там идет во все Они там Продвигаются Типа Ты выполняешь Какие-то действия Определенные И там Раз в месяц Тебе начисляется Там Вместе с кэшбэком NFT И NFT Может быть трех видов Короткий кэшбэк Длинный кэшбэк И годовой кэшбэк И соответственно Его сумма И какое-то количество Токенов заявлено Сразу в коллекции То есть Ты знаешь Какие токены будут Какие скидки там есть И насколько тебя это будет вовлекать И соответственно Ты в дальнейшем Например Ты там Прикинь Вот 5% кэшбэка годовой Ты можешь ее потом продать Задорого Но если тебе это не нужно Ну грубо говоря Сейчас давай попробуем Опять же приземлить На реальность Допустим Я там Ну типа допустим Трудно поверить Но допустим Я им немного А кто-то допустим Там закупает продукты Ну капец Там типа На семью из шестерых детей Да из шестерых детей Там из ста И ему То есть ты получил Этот кэшбэк Условно по цене 100 рублей И ты его сможешь Обналичить там Ну на 100 рублей А вот чувак С семьей там Из шести человек Сможет обналичить Это на тысячу рублей И ты ему типа За 500 продал Да Вот А ну окей Я понял И согласись Это классно Ну да Наверное Вот это пока Очень узкие Такие знаешь Слушай Смотри Дальше продолжаем Любой цифровой актив Ты можешь облачить В виде NFT И передать Вот это то Что я бы очень хотел видеть Например Вот смотри Ты купил подписку На условный Давай какой Никому не нужный Кинотеатр Кион Давай не будем бежать Кион Давай на Netflix Они нас забанили Никому не нужный Netflix Давай по пиндосам бить Ладно Согласен Netflix У них там Кстати Во Точно Netflix Хороший кейс Они помнишь Все крутили Подписка на четверых Не на четверых Да Они что-то постоянно Модель отменяют У них это очень сложно Потому что Чуваки покупают Подписку на 10 человек И сидят Всем аулом Смотрят Вот Фишка в чем Ты купил подписку На Netflix Допустим Тебя задолбала ЛГБТ плюс Повесточка Запрещенная в России Запрещенная в России Да И ты такой Все не хочу Короче смотреть Больше на этих пиндосов Сраных Хочу продать ее И что ты можешь сделать Ты можешь обратиться К ним Типа верните бабки Они могут прописать Хитрую строчку Не вернем Особенно сейчас Особенно сейчас Если бы у тебя была Возможность Отчеканить Ну ты можешь пойти Продать этот аккаунт На площадке Но это заморока Тебе нужно Типа отвязать его От своей почты Перекинуть ее На левую почту Еще что-то Ты не продаешь В таком случае Ты продаешь полностью аккаунт Ты не продаешь Конкретно свою подписку А если бы у тебя Была возможность Ее превратить в NFT Ты бы ее выставил На маркетплейс И мог бы отбить Хотя бы эти деньги Которые там Хотя бы половину От тех Которые ты потратил Подожди Вот здесь на самом деле Очень много нюансов Которые требуют уточнения Давай Во-первых Есть ощущение Что Netflix Этого не делает Не потому что Им NFT не хватает Или они технически Не могут сделать А потому что Они просто не хотят Ну не хотят Давать возможность Перепродавать свои подписки Соответственно Да ты хоть там 700 NFT сделай Они все равно Сделают способ Чтобы ты ее не мог Перепродать Смотри Тут Давай Я к тебе Моя мысль в том Что это потребует Некоторого участия Со стороны Netflix Которого они явно Не хотят делать Понятно Конечно Это потребует Участия со стороны Тут надо смотреть Бизнес-модель И так далее Но С точки зрения Анализа Что это даст аудитории То есть Это дешевая возможность Первого контакта То есть условно говоря Я хочу смотреть Netflix Но я не хочу Пока не знаю Подписку на год Вот зачем она мне Я хочу найти подешевле Я иду И покупаю ее На вторичке Ну Netflix Это зачем У них получилось Что в одну и ту же цену Вот когда они Лида привлекли Который первый купил Годовую подписку Второй ее купил Они получили Ройалти С коллекции То есть NFT Можно устанавливать Ройалти Это какой-то процент От перепродажи Изначальному автору Который идет Ну это так Автоп Вот Они получили Ройалти И второго лида Бесплатно Который с большей вероятностью Купит еще одну подписку Ну грубо говоря Оно как такое пушечное ядро Летает Да Между людьми И больше Все больше И больше людей В итоге Заинтересовываются Netflix И потом могут ее продлить Условно Да Да То есть Это более дешевое вовлечение Им вообще ничего не надо делать Для этого То есть существует Какой-то вторичный рынок Они с этого вторичного рынка Получают еще и комиссию Это не продается В обход их Ну то есть Типа аккаунтами Еще что-то И пожалуйста Это легализовано Централизовано И это прикольно Ну то есть Это вот опять же Та история Как с пиратством Да была То есть Когда у людей Лицензионный диск Стоит как их зарплата Они идут конечно Скачивают Мысли что Осуждаем пиратство Вот они идут Скачивают там С какого-то там Или на рынке Или с торрент Или еще откуда-то А если у них есть возможность Купить подписку За 5 долларов Которая там равна Вот реально там Чашке кофе Условно говоря Там правда Другая ловушка Джокера В итоге получилась Но да Тем не менее Типа Это очень серьезно Ударило по пиратству Потому что Ну а зачем Тут ты зашел С телефона Две кнопки нажал И вот уже смотришь Любимый сериал Не надо там Настраивать какие-то торренты Что-то собирается Там и так далее Ты знаешь Вот в этом отношении Кинопоиску Респект Они когда включили Этого к систему Я просто пошел Сделал сразу годовую подписку С медиатекой еще И стоил он Типа 2,5 тысячи рублей На год На 4 человек И все И я просто каждый год Вот этот платеж плачу И мне нормально Мне классно И я не заморачиваюсь Окей С этим разобрались Какие ты видишь Еще места Может применения Этого NFT Которые могли бы быть Не знаю Там полезными Слушай Возвращаясь в мир разработчиков Контроль доступа Любого Ну то есть условно говоря Тебе нужно Вот у тебя выходит Новый сотрудник на работу Тебе нужно его точечно Везде протащить Завести ему аккаунт И так далее Ты ему выдаешь NFT И авторизуешь его По кошельку Все И накидываешь права Просто И это можно еще и отозвать То есть она Имеет срок годности Можно сделать обернутый NFT То есть у тебя есть Например Доступ iOS разработчик Там все нужные доступы Ты выпускаешь обернутый NFT То есть это копия Которая имеет срок жизни И после истечения Этого срока жизни Она просто пропадет У него с кошелька Ну а чем это лучше Чем какой-нибудь Актив директор Который то же самое все делает Ну актив директор Это централизованный сервис Для компании это плюс Как будто бы даже Ну это централизованный сервис Который пишет кто-то другой Нет Ну оно же Селфхост разворачивается Селфхост разворачивается Но ты же не знаешь Что внутри Куда оно что может отправлять Ну мне кажется Безопасники знают То есть там же у тебя У тебя внешний фаервол Который контролирует Я это все прекрасно понимаю Но ты же понимаешь Так же Что технологии не стоят на месте И что Как Под каким соусом Может отправляться Через этот фаервол И через какую точку выхода Ну это всегда Ну грубо говоря Тебе Microsoft говорит Да хоть 700 раз Селфхост Но вот на этот уровень Ты должен дать Да Ну все Вот Это история про то Что ты контролируешь Полностью процесс То есть у тебя есть Понятный инструмент У тебя есть Понятная система авторизации У тебя есть Понятные правила игры И они все прозрачны За счет того Что они лежат в блокчейне Ты можешь Проаудировать код Потому что он лежит в блокчейне Он тебе доступен Ты зашел Посмотрел Ага Хорошо Вот поэтому NFT Я получу то-то 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 Все Тогда давай как раз К разработческим вещам Ну вот Вот этот блокчейн Да Он же Это же Ну конкретные битики Байтики Они где-то должны лежать Ну На каких-то серверах На каких-то серверах И так далее Вообще Кто-нибудь измерял Типа Насколько это эффективное Хранение С точки зрения Хранения информации Ох Слушай Были по-моему Где-то какие-то измерения Я тут Не берусь в экспертизу В общем блокчейн Состоит как бы Из валидаторов И нот Часто это сопряжено И соответственно В зависимости от протокола Есть разные протоколы Подтверждение записи В блокчейн Это proof of work Это как раз Биткоин Майнеры И погнали Да Есть proof of stake То есть у меня дофига Вот ваших токенов Нативных сети Ну например В телеграме это тон Там в эфире это эфир В салане это сол Логично Вот У меня много токенов Я их кладу И подтверждаю транзакции Тем самым еще зарабатываю Вот Соответственно Есть ноды Которые Пропускают через себя Вот этот объем Есть архивные ноды Которые хранят старые блоки Для ускорения быстродействия доступа И там вокруг Это устроится целая иерархия Например Есть куча сервисов А-ля Инфура Алхимия Что у нас там еще было Ну вот Эти два сервиса Самые известные Которые предоставляют тебе Доступ К ноде По сути И ход в блокчейн С помощью простого Апи запроса Я просто имею ввиду Что не получится ли так Что я заменю Актив директори На блокчейн У себя внутри И мне надо Закупить будет Еще там Плюс Икс Полтора машины Да нет Там ставится одна машина Нода И как бы Вопрос в чем Тебе что нужно отслеживать Тебе нужно развернуть Оракулу Который будет отслеживать Состояние нефти Да они сами уничтожатся Если в правильной обертке Сделать По сути тебе даже Возможно Это ничего не пригодится Я просто Ты когда рассказывал У меня возникло ощущение Что еще одно классное Применение Это архивы Которых обычно Черт ногу сломят И вообще там Ну Туда еще могут Какие-нибудь документики Изымать Докидывать Еще что-нибудь И по сути Это 100% любая история Про накопление Каких-то данных Которые чувствительны К изменениям Это абсолютно Про блокчейн Ну окей Давай тогда Пойдем в сторону История про Те же самые Вот то что мы говорили Про NFT Про право собственности Вот тебе пожалуйста Архив цифровое наследование Вот человек Там завод Выпустил машину Вот у него появился Нефтишка Да Машина передалась На дилера Она полежала На кошельке у дилера Дальше она перешла Первому владельцу Она лежит у него Вот у тебя цифровой архив Перемещений Ну мне вот Игорь Во всей этой истории Мне не нравится то Что допустим Кто-то может посмотреть Что Того самого первого Владельца машины Потому что А может я не хочу Чтобы меня снять А если ты не ассоциируешь Себя с кошельком То там будет просто написано Икс там какой-то Ну у тебя просто будет адрес Вот этот вот большой И непонятный Все Ну то есть у тебя не написано Что там Иван Иванов Был обладателем этой машины Там кошелек вот этот Был обладателем этой машины Знаешь мне что-то все напоминает Вот в авиалиниях Знаешь Наверное в курсе Что Вот эта дверь Которой пилота закрывается Ее типа ну невозможно Никак попасть туда Она изнутри только Ее можно только открыть изнутри Да И собственно Ну тут есть палка О двух концах С одной стороны Это защита от всяких Нехороших людей Которые пытаются попасть внутрь А с другой стороны Были ситуации Когда пилоты Направляли в гору самолет Потому что они там Какие-то куку были Вот И люди не могли Соответственно Они вырубали второго пилота Да Он вырубал второго пилота И все И люди не могли попасть туда И в итоге все разбивались То есть Тут нет Тут как бы надо понять На какой ты стул хочешь сесть Смотри История в чем Я бы не сказал Что тут надо понять На какой стул ты хочешь сесть Здесь Нет той истории Про то что Эта дверь Которая открывается Только с одной стороны Эта дверь открывается С обеих сторон Только тем Кто эту дверь сделал Я скорее про то Что я тогда Либо хочу остаться анонимным Либо уж тогда подтверждаем владение То есть Нет Это два разных процесса Смотри Ты можешь оставаться анонимным Потому что кошелек Он обезличен Он не хранит твои персональные данные Ты можешь выпустить себе На аккаунт Метамаск Там десяток кошельков И при этом Если ты не проассоциируешь Каким-то образом Транзакциями Публикациями Еще чем-то Себя То как бы ты все Вот ручки чистенькие Вот нормально все Ну и соответственно Это приводит к тому Что я например Как продавец Не могу установить всех владельцев машины Я вот правильно имею Да Да конечно Да То есть либо мы говорим Что все известны И тогда это тоже возможно Благодаря этой технологии Либо мы говорим о том Что все анонимны И это тоже возможно Вопрос какой стул ты выберешь Грубо говоря Ну тут да То есть смотри Условно говоря Вот у меня Да как у Криптона Есть несколько кошельков Один кошелек На котором я держу Какие-то крупные активы Он вообще никому не известен Кроме меня То есть там есть Определенные операции Которые я не свечу Есть кошелек Скажем так Большой Который уже Более известный Потому что На нем я храню активы Которые я передаю На свой транзакционный кошелек И транзакционный кошелек Он уже известен То есть у меня на него Заведен аккаунт на Rarible На OpenSea Там стоит моя фотография Там подписано Кто я Что я Ну то есть тут я не скрываю Это мой транзакционный кошелек Получается Тогда такое Я не могу его не затронуть Хотя я очень не хочу В эту историю скатываться Ты же понимаешь Что против такого Будет любой Против любое государство Что-то какие-нибудь там Темные Мутные делишки Там Так у меня есть Про это тебе что рассказать Давай Передаю привет Дмитрию Мачихину Дим привет Для этого есть Счетчик привет Счетчик привет Надо сделать Короче Есть такая процедура То есть Давай мы Немножко Перейдем дальше Про NFT мы поговорили Теперь мы говорим Про безопасность И темные делишки Значит Вознаграждение За проведение транзакции Подтверждение Выступает Нативная валюта То есть она Нативная валюта Это что Типа рубли Доллары Нет Нативная валюта Это типа Если ты подтверждаешь Транзакцию в блокчейне В биткоине В сети биткоина Это биткоин Ты получаешь биткоин За это Какую-то часть Если в Тоне То соответственно Тон Ну и так далее То есть ты получаешь Нативный токен Откуда они собственно берутся Вот И соответственно дальше Эти токены Они Взаимозаменяемые То есть вот если NFT-шка невзаимозаменяемая, она вот есть одна единственная неповторимая с таким набором параметров, с таким адресом и так далее, то токены, они взаимозаменяемые, их какое-то количество, их там жгут, передают, еще что-то делают. То есть у них есть какой-то жизненный цикл. И, соответственно, например, я тебе оплатил 100 тонн за то, чтобы ты, не знаю, привез мне Xbox откуда-нибудь из-за бугра, дальше ты эти 100 тонн закинул в какой-нибудь обменник, вывел себе кэш, соответственно, дальше этот обменник эти 100 тонн раскидал еще куда-то, и в итоге на один из этих тонов была куплена условно наркотики, оружие или что-то запрещенное, что-то из темной сферы. И, естественно, ты хочешь знать, потому что очень часто обменники, очень часто биржи не работают с грязной криптой. Есть такое понятие грязная крипта, то есть это угнанная крипта, ну сворованная, это крипта, которая засветилась во всяких разных нехороших вещах, есть отдельно несколько видов криптовалюты и сетей блокчейн, которые прямо для этого созданы, это Dash и еще там есть. Они прям вообще анонимные, и прям это вот прям грязь, черни туда нет. Даже более того, я готовлю сейчас ролик про этих северокорейскую группировку хакеров, ладно, у вас, которая. Вот, и они деньги, после того, как они ограбили Sony, например, ну взломали Sony, извините, ребята, я ничего портил с ними, вот, после того, как они взломали Sony, они использовали, это просто подтвержденный факт, что они использовали несколько специальных, я забыл у них название специальное даже, они, грубо говоря, распыляют вот это вот угнет. Миксеры. Да, миксеры, вот, точно. Они используют миксер, про миксер тоже расскажу. Соответственно, таким образом потом отследить, что куда ушло и кому перевелось вообще. Возможно. Возможно. Возможно, тут надо понимать, тут как бы, давай сейчас, короче, я к этому перейду, это мы затронем. И вот есть целая огромная категория, так называемая IML, это противодействие от мылу средств, и KYC, знай своего клиента. То есть это вот то, что ты делаешь, когда заходишь на биржу, пришли тебе фотографию с паспортом, вот какой вы красивый, все замечательно, вот мы вас знаем. Это KYC, мы идентифицируем клиента. Но есть следующий шаг, которым там в России вот занимается как раз Дима, которому я передал привет, с его компанией B2K, они делают IML KYT проверки, know your transaction, то есть знай свою транзакцию. Любая транзакция, которая заходит тебе на кошелек, ты можешь проверить ее на риск, из чего она состоит, где, как это все происходило, потому что движение средств в его блокчейне можно отследить. Собственно, вот тут небольшой автоп, опять же, когда я читал лекцию с ЦБ, когда запускали банковский процессинг, уже тогда хотели красить деньги, но решили, что это пока что очень высоко нагружено будет, и отказались. Это, кстати, знаешь, получается, здесь даже как будто безопаснее, потому что ходила такая байка, что все 100-долларовые купюры, если на них посмотреть под микроскопом, ты найдешь там следы кокаина. Да, да, да. Вот, на всех абсолютно 100-долларовых купюрах, и ты никогда не узнаешь, ну тебе дали сотку, да хрена знает, где она там поучаствовала. Да, да, да. То здесь как бы ты знаешь. Да, то есть ты можешь отследить историю того, откуда эта валюта возникла, и, соответственно, ты можешь не испачкать кошелек, то есть любой кошелек, на нем, на самом деле, очень много всего интересного, если мы там посмотрим, там даже есть такая штука, как даст, называется пыль, то есть это какие-то осколки токенов, которые периодически рассылаются, и так далее. Ну, это прям очень интересный мир, это отдельный огромный мир, и, естественно, нужно прогарантировать безопасность того, что эта валюта, она чистая. Например, что она там не зашла от чего-то, что она не крайна. От продажи ничего-то хорошего, да. Да, есть инструменты, которые позволяют это обойти, есть инструменты возможности обелить, и также есть с другой стороны прям пулы кошельков, которые выделены на государственном уровне в США, по-моему, Сек это контролирует или еще кто-то, то есть есть списки кошельков, которые, типа, все, они вот сразу тебя окрашивают в черный цвет, и с такими кошельками нельзя взаимодействовать. Мы как-то раз спорили с одним товарищем, можно ли забанить крипту, вот это тоже интересный тейк. Я сказал, что невозможно, а он мне доказывал, что возможно. Давай вот тут небольшое, проведем тоже разделение. Есть нативный токен сети, да, которым ты оплачиваешь транзакции внутри блокчейна, да, все транзакции внутри блокчейна платные, называется GasFee, то есть для того, чтобы отправить информацию в блокчейн, ты платишь вознаграждение какое-то небольшое тому, кто будет проводить эту транзакцию, собственно. Есть стейблкоины, так называемые, их какой-то... USDT, USDC, там их... Давай проговорим, стейблкоины, это крипта, курс которой привязан к какой-то реальной валюте. Какому-то реальному активу, давай говорить шире, потому что есть, уже сейчас есть стейблы на нефть, на золото, и вот, собственно, на доллар и на евро. На евро, кстати, в меньшей степени интересен. То есть, грубо говоря, курс этого USDT всегда будет равен курсу доллара, помноженной на какую-то цифру. Там не совсем так, то есть, чтобы ты понимал, как работает тезер, это USDT. У них есть обеспечение, то есть у них натурально лежат бабки в банке в США, которые они там реинвестируют в какие-то там долговые облигации, госзаймы, еще что-то. Ну, то есть они как-то их наращивают, и, соответственно, они на эту сумму выпускают токены тезер. То есть, грубо говоря, лежит миллион долларов, есть миллион токенов. Да, один к одному, они обеспечены, и фишка в том, что тезер – это уже централайз, и они тебе могут заблочить активы на твоем кошельке. То есть, они выпустили какое-то количество токенов, ты там, ай-яй-яй, нехороший тебе, оп, забанили. То есть, это вот тот риск, который я сейчас вижу, связанный с телеграммом и активным внедрением туда тезер. Если они туда добавят поддержку кого-нибудь из KYT-операторов, типа ChinaLizis или Crystal, то, типа, нам придется плохо, потому что наши крипта, которые были замечены в RU-сегменте, они будут покрашены как подсанкционные. Это может вызвать определенные проблемы. Также есть, например, совсем грязные вещи, типа, это очень известная биржа в RU-сегменте, которая прям откровенная чернь. Многие провайдеры IML-KYT, то есть, ну, там реально эта биржа используется для того, чтобы мыть бабки. Прям вот сто процентов, там грязь прям чистейшая. И они не знают об этом, а мы знаем, например, вот так вот. Никто не знает об этом. Крупные IML-KYT-провайдеры, которые находятся за пределами. Они не знают, потому что там у них есть схемы, у этой биржи есть схемы по замене кошельков. У них нет стабильных кошельков, они каждый раз разные. А вот ребята из B2K, да, они вот знают это. Ну, на RU-сегмент они работают прям круто. Это просто гордость за то, что в России есть классные чуваки, которые реально шарят за крипту и безопасность. И, собственно, я тоже тебе за пределами съемок расскажу одну замечательную историю про то, как появлялась инициатива прозрачный блокчейн, которую пытаются запустить уже несколько лет. И как до сих пор ничего не получилось. Вот, короче, это огромный мир вот с этими токенами, отслеживанием. То есть, на самом деле, здесь очень много безопасности и очень много решений, которые позволяют тебе находиться в безопасности. А что ты, кстати, скажешь про цифровой рубль, цифровой юань и вот эти все цифровые валюты? Ну, смотри, давай... Мы начнем с того, нахера? Слушай, да сейчас я все объясню, давай мы пойдем вообще от самого начала. То есть, если у нас есть криптовалюты, которые существуют внутри определенного контура, которые не просто выпускаются, то цифровой рубль это просто эмитент бумажной валюты. То есть, у нас сейчас есть, типа, электронный наш счет, который, типа, говорит, что у тебя в банке, значит, лежит столько-то денежек, ты можешь пойти и взять бумажки. Давай так, у нас, грубо говоря, есть бумажки, это прям бумажные деньги. У нас есть деньги, условно, без нал. Это те же бумажные деньги, которые мы отнесли в банк, которые там лежат, и они как бы нам принадлежат, потому что мы там по паспорту подтвердили и так далее. А есть, типа, вот это вот крипторубль. Это не крипторубль, это цифровой рубль. Крипторубль, все-таки криптовалюта, она имеет ряд ограничений свойств. Что это децентрализовано, что этим там никто не управляет, нет единого механизма воздействия и так далее. А это централизованные? А это централизованные истории, которые будет выпускать ЦБ. И, соответственно, ЦБ может контролировать, на что ты эти деньги можешь тратить. То есть там основной пойнт какой? Они хотят это раскатить на всякие разные штуки, типа, соцвыплаты. И, условно говоря, у тебя вот приходит там 10 тысяч рублей, тебе пришло на, типа, медикаменты. Нигде, кроме аптеки, ты это не потратишь. Не сможешь. Ну, ты же понимаешь, что, может, я дурак, но мне кажется, что сразу же появятся магазины, которые будут проходить как аптеки, которые будут тебе такие... Давай, братан, вот ты нам 10 тысяч заплатишь, 9500 мы тебе налоги дадим. Я думаю, там за каждый цифровой рубль по паяльнику вполне физической жопе приставят. Вот. Собственно, ну, других вариантов нет. И, соответственно, целевое назначение денег будет. То есть это идет на стройку. И вот от того, как это зашло, вот ЦБ, да, там они выпустили какую-то эмиссию, отдали банку на управление. Кстати, да, в такой схеме деньгами управляет ЦБ. Банк просто провайдер. И это тоже интересно. То есть не там Альфа-банк, Сбербанк или еще какой-нибудь банк выпускает эти деньги и хранит у себя на счетах. Это все... Они просто провайдят информацию от ЦБ. Ну, это надо понимать. Тебе не кажется, что это какой-то этот... Антиутопия? Антиутопия вообще полнейшая. Почему? Ну, смотри. Ну, типа, я даже не смогу... Ну, как бы сейчас... Давай так. В целом, в целом, я... Ну, типа, этот, как его... Знаешь, этот хаотичный нейтрал там... Да-да-да-да-да-да-да. Я этот легальный нейтрал, наверное, я бы так это назвал. То есть я в целом за то, чтобы, ну, там, типа, платить налоги, жить нормально по правилам. Потому что правила... Ну, я не очень люблю хаос, потому что... Да, кому-то в нем, наверное, комфортно, но как только ты начинаешь накапливать какие-то активы, любые, деньги, квартиры, неважно, ты сразу же резко перестаешь быть против хаоса, потому что прилетит ядро, тебя все отберет, и нахер ты для этого работал. Поэтому договоренности это круто. Но, откровенно говоря, типа, вот эти бабушки, которые там цветы продают где-нибудь возле метро, ну, типа, ну, камон. Нет, это их не коснется. Смотри, здесь... А тут, как бы, я даже тебе две тысячи перевел, это все отслеживается, и ко мне придет завтра нового и скажет, расскажи, почему ты ему... Или к тебе даже придет сказать, ты заплатил налоги? А почему? Ну, то есть, типа, ты мне перевел две тысячи, и что? Ну, то есть, есть понимание у налоговой, у СБ, у всех, есть суммы, которые они просто не обращают внимания. То есть, это, типа, вот все, что там, открою страшную тайну, все, что до 499 тысяч... Я слышал, до 10 тысяч долларов, типа. Нет, до 499 тысяч, ну, типа, им безразлично практически все. То есть, небольшие транзакции, если, понятно, они у тебя регулярные, там уже станет интересно. То есть, там есть какой-то лимит оборота в месяц, и какой-то лимит на операцию. Да, там могут прийти, тормознуть, заинтересоваться, задать вопросы. У меня, кстати, один товарищ так лоханулся, он на каком-то токене, короче, сделал крутые иксы, и просто с биржи начал себе выводить эти бабки. Операцию остановили, к нему пришли. Заплатите налоги, да? Здравствуйте, расскажите нам, пожалуйста, откуда... Я, кстати, слышал эту историю, что чувак уехал, перестал быть налоговым резидентом, и дважды заплатил за операции на бирже, короче. Он что-то там кому-то перепродал, а поскольку это с точки зрения налоговой является владением чем-то... Извлечение прибыли. Вот. Он там нормально заплатил, типа, там 30, по-моему, процентов. Нет, это другая история, это прям... Ладно, да, это мы что-то другую сторону. Да. Антиутопия. Антиутопия. Ну вот смотри, потому что я вижу этот процесс несколько глобальный. То есть смотри, это вот то, за что у меня радеет душа, и то, за что я буду очень рад. Сейчас будет политота, вот прям в этот выведе, короче, баннер. А мы это на бусте уберем всю политоту, поэтому если хотите, ссылочка в описании, и там вся политота. Мы вернулись. Если кто посмотрел на бусте, вы молодцы, как говорится. Что такое цифровой рубль, и куда его будут раскатывать? Вот, цифровой рубль, да, как я уже говорил, что его делает Центробанк, он нужен для того, чтобы именно госбабки отслеживать по потокам. Все, то есть, условно говоря, ты там работаешь... Ну, короче, выделено восстановление театра, оно туда и пойдет. Да, да, да. Ты работаешь учителем, да, у тебя вот такая-то зарплата должна быть. Ну, то есть, я знаю примеры, в регионах ужасный пример, когда человек работает учителем за минимальную зарплату, хотя должен получать больше. То есть, как работает бюджетирование? На школу выделяется какое-то количество денег, и там распределяются ставки, какие-то бюджеты и так далее. То есть, куда делись остальные бабки? Кому они распределились? Ну, то есть, вот эти вот все вещи хочется отслеживать. Тут нужна ставка с Джокером, они испарились. Да, да, да. Ну, да, ну, то есть, они куда-то делись, да, и вот таких вопросов их очень много. Ну, то есть, ты хочешь сказать, что, грубо говоря, если, например, был какой-то указ, что учителя должны получать там X денег, например, то эти деньги зайдут покрашенные на зарплаты, и ты их просто не сможешь ни на что другое вывезти. Ну, окей, тут суть понятна. Давай, опять же, немножечко тогда к разработке вернемся. Ты работал в ВК NFT. Да. Расскажи, в чем заключался твой, не знаю, рабочий день. Вообще, в принципе, какие там программисты востребованы? Короче, Чаучик, знаешь, ощущение, что это какой-то вот просто там, типа, закрытый вакуум, короче. Я даже не понимаю, что учить для того, чтобы пойти работать к тебе. Значит, как проходил мой рабочий день? Спойлер, ва**. Вот. Ну, на самом деле, если разбираться, то самый главный человек, который отвечает за светскую блокчейн, то есть обычный набор, нативщик iOS, нативщик Android, если с точки зрения мобильной разработки, Володя, Леш, привет. Чаучик приветов. Чаучик приветов, да. Хорошие люди, они сделали единый компонент аватара для всего ВКонтакте, для мобильного приложения, и это колоссальный труд. Собственно, бэкэнд это у нас PHP плюс Go, а разработка самого смарт-контракта, то есть все, что там касается части, это Solidity. То есть этим занимаются какие-то отдельные чуваки? Это отдельный чувак, да, это Андрей. Андрей, привет. Андрей пишет на Solidity и на PHP. Solidity это что? Язык, фреймворк? Язык, язык, да. За счет новых языков у меня тоже апплосы. Ну, слушай, ну, сейчас в Solanet Rust, например. Ага. Тут это Solidity, вот. Какие вообще языки, типа, нужны? Слушай... Подойдут, не нужны, подойдут для того, чтобы заниматься разработкой вот этих смарт-контрактов? Ну, ты сказал, раз, Solidity... Ну, раз, Solidity, это основное, да. Я не помню, по-моему, все, что в Телеграме там на TypeScript пишется, вот, но могу путать. TypeScript тоже полезно. Типа прям сам контракт? Сам контракт, по-моему, на TypeScript пишется, да. Если мне ничего не изменяет, я просто с тоном мало работаю. То есть это какая-то нативно-компилируемая хрень, и, соответственно, любой язык нативно-компилируемый с ручным управлением памяти подойдет, ну, словно C, например. Слушай, ну, вот тут не берусь судить. Честно, вот этой стороны вопроса я мало касался, то есть я вот знаю про Solidity, потому что я с ним там плотно сталкивался. Я знаю про RAS, потому что я с этим плотно сталкивался. Чтобы писали смарт-контракт на других языках, я не встречал. Вообще, по логике, вообще, как будто если RAS подходит, то и C подходит. Ну, по идее, да, но как будто бы и нет. А что, кстати, думаешь по поводу того, что RAS это вообще новый C такой, сейчас его пихают активно? Слушай, я считаю, что RAS это вообще новый Go. Ну, то есть, типа, объективно, RAS достаточно неплохо напихивает за щеку GoLangu. Он хорош по быстродействию. Блин, сейчас все Go-программисты сюда прибегут, доказывают, что ты не прав. Слушай, нет, я, ты знаешь, я всегда, типа, сторонник, ну, у меня в моих проектах везде бэкэнд на Go. Если это совсем что-то маленькое, это Python. То есть, у меня, типа, иерархия Python, Go. Go это вот такая, знаешь, хорошая середина. И Rust это то, что, там, нас ждет в течение ближайших 10 лет. Ну, также про Go было, когда он появлялся, типа, таки, Go что, а потом, типа, нифига себе. А вот как тебе кажется, в чем прикол Go вообще? Почему так все любят? Ограниченный набор синтаксиса и достаточно понятная декларативная логика. То есть, Go это же не ООП. Соответственно, поэтому для каких-то простых задач, то есть, Python хорош за счет того, что он мультизадачен. То есть, это такой швейцарский хороший нож. Там есть куча библиотек, пожалуйста, хочешь заниматься. Ну, он медленный, типа. CV, занимайся CV, хочешь вот тебе NumPy, хочешь тебе MatPolip, все что угодно, вот играйся дититка. То есть, это вот такой хороший, знаешь, это вот, когда я впервые коснулся программирования, в моем далеком детстве, это там был вот этот компьютер, значит, защитный экран, там, DOS и Basic. Вот это Basic 2.0. Только, ну, на стероидах такой, прям, хороший, хороший Basic. Вот, собственно, это классно. Go, это уже более такая прикладная, утилитарная вещь. Она нужна для высоконагруженных систем, когда ты будешь работать с большим объемом данных, с большим количеством пользователей, и при этом тебе нужно использовать минимальные ресурсы. То есть, в этом отношении, за счет того, что там мало синтаксиса, достаточно все декларативно, оно как бы компактное. Вот, плюс это современный фреймворк, на котором многие работают, под которым заточено много технологий, и почти все им вот так или иначе пользуются. Вот, а Rust это такая фундаментальная, на мой взгляд, штука, знаешь, типа, в свое время, как Java. Но она сейчас есть. Ну, я думаю, что... Java, Kotlin постепенно это вообще выпихивает. Нет, ну, понятно, что Kotlin. Вопросов нет, давай еще за Flutter подеремся. Вот. Я к тому, что, знаешь, я рассматриваю просто как это... Вот есть .NET, да, есть BigTech, где большие потоки данных, банкинг тот же самый, там, Java, Sharp, и, пожалуйста, всегда вот Rust, это то, что придет на смены. Окей, давай тогда про зарплаты, моя любимая. Сколько ты зарабатываешь, да? Ну, не ты, ладно. Ты все-таки продакт. Слушай, а как вообще ты с такими навыками, типа, ну, программирования в итоге решил в продакта пойти? Почему? Слушай, не поверишь, я прошел такой путь, вообще, то есть, смотри, по бакалавриату я закончил МИРА, информатика, вычислительная техника, типа, я на 8080 программировал, ассемблер изучал, потом этот... И имел уважение. Да, имел уважение. Дискретную математику и вот это вот все, и при этом работал журналистом. То есть у меня, типа, технические навыки есть, технический склад ума есть, но при этом мне всегда тянуло гуманитарщине, так или иначе. Потом был период, там, я работал не по профессии вообще, я работал в пресс-службах, там, занимался своими какими-то делами. Потом я пошел в магистратуру в МФТИ, вот МФТИ Сколково, который делал МТС. Они, к сожалению, прикрыли эту программу, лучшая программа была. Вот, правда, из всех вот этих вот индустриальных магистратур, это прям вот вершина. Там у меня был курс Python, Kotlin, Swift, Java, базы данных, микросервисы. Пожалуйста, там вот так вот, короче, тебя целый год насилуют. Но при этом какие-то вещи я уже знал, мне было просто, там микросервис ни на данной паре не появился. Я пришел, короче, выдал базу, построил там микросервис такси. Вот, препод посмотрел, я ему все раскидал, почему, как я сделал, какие решения принимал архитектурные. Он говорит, блин, ну я не могу тебе не поставить хорошую оценку, несмотря на то, что ты не был на парах. Ну, окей. Вот, микросервисы затащил, да, будь здоров. А потом было бизнес-образование в бизнес-школе Сколково, и как-то вот постепенно-постепенно, параллельно работая над своим проектом, я вот эту вот технину начал сращивать с бизнесом. Я считаю, что хороший продукт, это в первую очередь хороший технарь. Это золотые слова. Ну, да, это мы потом вначале вставим, чтобы это... Ребятам хоть маленько... Вообще, это ужас просто, это какой-то ужас. Ты большинством продуктов приходишь, разговариваешь, это вот как с камнем, блядь, разговаривать. Я по-другому даже не могу сказать. Они вообще не понимают, что ты им говоришь. Они пытаются что-то как-то какими-то методами, типа продуктовыми, менеджерскими выцепить из тебя, а это дольше. Но они не понимают. Они не понимают, насколько это сложнее или проще. Насколько это дольше, какие... Они вообще этого не понимают. Для них это вот такой ебанши-блэкбокс, на который они что-то какое-то напряжение подают, на выходе что-то меняют, но они... Но там вообще, типа, ну, они не видят вот этой связи входа и выхода, да, то есть вообще не одупляют. Техническими менеджерами... Я не очень много работал с техническими менеджерами. Это вот как ты, да, люди, или как я, например, которые с программирования зашли в менеджмент. Там вообще, там абсолютно другой разговор идет. Там, как правило, вы к совместному решению приходите, типа, вот, за три секунды буквально. Ну, типа того. Ну, типа, как говорится, если проблема серьезная, ну, как говорится, хуй ее обсуждать, решать надо, да. Если не серьезная, ну, хуй ее обсуждать, сама решиться. Вот, например, то же самое. Нет, ну, тут, знаешь, я всегда вот в этом отношении, я всегда приходил, говорю, чуваки, есть такая проблема, вот вижу ее такое-то, такое-то решение. И очень часто мои решения, ну, действительно, как-то брали, дорабатывались чуть-чуть. Ну, то есть я никогда не приходил к команде с тем, что чуваки, там, ну, бывало такое, что мы в говне, я не знаю, что делать, но очень редко. Последний кейс, у нас горел запуск, это еще было в ВК NFT. У нас горел запуск, и мы должны были запустить кастодиальные кошельки на АШВК. И, собственно, у нас бэкэнд был уже выкачан, они работали, а фронт еще нет. У нас горела акция, что делать? Собственно, я предложил, давайте мы, ну, у нас там есть механизм, как мы забираем это из блокчейна, чтобы показывать. Давайте мы просто вот эти наши созданные кошельки закинем в тот индекс, который нам присылает. И, типа, и так будем показывать. Два дня, все готово, и так и живет. Ну, типа, вот такие вот кейсы есть. И даже вот сейчас я в суточную работу, первое, что там я сделал, я пока погружался в процесс, разбирался, знакомился с людьми и так далее, я померил перформанс. Это первое, что я сделал, и, типа... Ну, ты показывал. Да, я показывал, я читал отзывы, что говорят пользователи, какую обратную связь они нам дают, и я понимаю, что для того, чтобы прежде чем улучшать бизнес, то есть это то, за счет чего выстрелил и выставил Telegram. Telegram – самое стабильное и быстродействующее приложение из всех мессенджеров. И там исходники такие, что... Ну, понятно, да, ты же рассказывал, там это все код-ген. Активити на 30 тысяч строк, ты такой смотришь, не думаешь, что, блин. Ну, вот, и оно реально быстро работает. И первое, что сейчас требуется пользователю, это быстродействие, он не хочет ждать. Он будет ждать, если у него выбора нет, но, типа, выбор есть, но он пока же сомнительный. Что, про бабки? Да, и так про бабки, да. Как говорится, сколько ты зарабатываешь? Ну, реально, на самом деле, интересно, скорее, сколько... Ну, типа, понятно, те, кто там мобильные разрабы, да, где оболочку делают, сервера делают, там, наверное, зарплаты, ну, ничем не особо не отличаются в целом по рынку. Я бы поспорил. Давай. Ну, то есть, смотри, хороший разработчик в некоторых местах, там, ну, зарплата доходит до, там, полмиллиона и выше. То есть, это окей. В бигтехе, блин, отжимают прям здорово. То есть, чуваки с хорошими скиллами могут получать, там, середину рынка условную. То есть, за такие же позиции в более мелких продуктах, проектах и так далее. Ну, вот, ты имеешь в виду вот этих вот там, в которые веб 3.0 направлены и так далее? Нет, веб 3.0 там вообще отдельный космос. То есть, типа, там стабильно, знаешь, это стабильный ценник 10 тысяч долларов. Это у кого? Тоже у мобильных? У мобильных разрабов не скажу. Это разрабы, которые непосредственно пишут смарт-контракты и так далее. То есть, вообще, все, что в веб 3, разработка, менеджмент, он сильно дороже, потому что там денег больше. То есть, грубо говоря, если я там завтра сажусь, осваиваю вот этот solidity язык, становлюсь в нем какой-то там, типа, супер прокачанный чувак, да, который, ну, реально это все умеет писать, разбирается. Это типа, что? Это минимум, это максимум? Это середина. Середина. Да. То есть, я могу и типа 15 тысяч долларов, 20 тысяч долларов. Слушай, ну, у меня есть знакомые чуваки, которые делают аудит смарт-контракт. Там, за смарт-контракт они могут получать до 20-30 тысяч долларов. Ну, условно, в месяц, типа там. Ну, за заказ. А, за заказ. За заказ, да. Ну, то есть, ну, там, только там условия, что ты жопу свою ставишь. То есть, ставлю жопу, что вот это вот нормально работает, все. Ну, естественно, у них есть какая-то репутация и так далее. Есть разные типы смарт-контрактов, аудит смарт-контрактов. Есть компании, которые на этом специализируются, да, заказать у них аудит, это прямо считается суперкруто. А есть чуваки, которые занимаются техническим аудитом, то есть, типа, они накинут разработчикам, прежде чем отнести этот смарт-контракт как раз в ту компанию, которая им сделает уже аудит и поставит свою подпись. Ну, по сути, это центры компетенции вот этих вот чуваков, которые, ну, у них есть репутация, и все знают, что они, ну, они шарят, короче. Это как вот мне мобильное приложение отнести, грубо говоря, на проверку, да, то есть, ну, там, я его там, скорее всего, разнесу там по косточку. Ну, понятно, да-да-да, совершенно верно, все так. А вот у тех, кто пишет прямо непосредственно, и куда им идти работать? Вот, типа, для них большой вообще рынок? Рынок большой, самое классное, что он без границ. То есть, конечно, все хотят, чтобы, там, ты жил где-нибудь в какой-нибудь стране Европы, может быть, у нас это, там, очень часто Грузия, меня звали лично в такой стартап, но что-то как-то, там, типа, был вопрос на собеседовании, вот сейчас прям жесть, пойдет чернуха, готовься. Это можно тоже на бусте отнести. У меня там спросили какие-то вопросы странные, и у меня спросили про мое отношение к Гитлеру. Я сказал, ну, типа, да, это вот ребята в белых пальто, видимо, были, я говорю, ну, Гитлер с точки зрения управленца был талантлив, с точки зрения оратора был талантлив, что он сделал с этими талантами, это плохо. Их не устроил мой ответ. А им что надо было, чтобы ты, извините, Зигу кинул, что ли? Нет, он сказал, осуждаю, видимо. Я не знаю, чем надо было. Ну, короче, не получилось, не получилось, я не сильно расстраиваюсь. А в России что? В России мало веб-три-проектов, почти все идут на экспорт, так или иначе, потому что у нас внутри России нет для этого рынка. То есть, типа, ты можешь сидеть в России, работать в какой-нибудь компании удаленно, и, в общем-то, неплохо себя чувствовать. А почему у нас нет рынка? Слушай, это связано с тем, что сюда сейчас сложно привлекать инвестиции, раз. Два, с тем, что у нас нет регуляторики. И три, что отсюда сложнее стартовать, хотя я с этим не согласен. То есть, отсюда можно также стартовать, просто там уже есть готовая почва, и, типа, повезти за собой чуваков, которым ты будешь платить, там, десятку, потому что ты эту десятку там возьмешь. Тебе проще, чем, например, с 10 нуля стартовать с чем-то. Ну... То есть, вот смотри, пример, у меня есть команда, друзья, которые делают сейчас лаунчпад для платформы Тон. Они все в России, они получили гранты. Сейчас они фандрейзят, но при этом они нигде не светят свое особое происхождение. Ну, они работают не на Россию, получается? Не на Россию. Ага. Они работают на мировой рынок. Блин, ну, вот опять, да, вот опять, типа, непонятно. Вот мы как будто бы сейчас можем проспать еще одну, типа, вот эту революцию. Уже. Вот. Ну, или, ну, может, еще не уже, все-таки это не так массово пока, но уже просыпаем, да, наверное, можно так сказать. Что делать? Ох, хороший вопрос. Первое, развивать инвестиционный климат, как минимум. Два, давать площадку компаниям и разобраться с законодательством. Три, сделать на это акцент и позволить этому начать внедряться в практическое поле. Ну, а, типа, основной заказчик как будто бы государство опять у этой всей истории. Нет. Смотри, вообще мне не очень нравится протекционизм с точки зрения государства. То есть, когда мы говорим о каких-то мелких вещах, ну, типа, знаешь, там, софт для диспетчерской в авиации. Окей, это госзаказчик, все понятно. Тут не может быть рынка. Когда мы говорим про операционную систему, тут, конечно, рыночек должен сам рождать. И Телеграм, например, тому хорошее подтверждение. Что ВКонтакте был ответом на запросы похи, что Телеграм стал ответом на запросы похи. И он сам пророс. Он выиграл за счет того, что он был быстрый, за счет того, что он был понятный, за счет того, что у него стали появляться какие-то классные фичи быстрее, чем у других, типа, у того же WhatsApp. WhatsApp, например, у нас самый аудиторный мессенджер в России, но при этом там time spent низкий. А Телеграм – это площадка, которая имеет единственное, единственная из всех площадок, которая в диапазоне 14-20, по-моему, имеет 10% уникальной аудитории. То есть у них только Телеграм, ничего другого. Это о чем-то говорит. Вот. И должны быть продукты, которые могут прорастать, просто прорастать. Ну, то есть, соответственно, для этого нужно снимать препоны, менять подходы и так далее. Ну, то есть даже, понимаешь, до абсурда доходим. Веб-3 рынок в России так же не особо верят, как в TravelTech. То есть я на TravelTech бабки не могу найти. Продукты есть готовы, рабочие команды есть, все подтверждено, все, пожалуйста, первые продажи уже есть. Никто не хочет давать, а если хотят давать, то хотят очень много, чуть ли не половину, а я половину не готов отдавать. Ну, то есть тут нет истории про венчур, когда ты, типа, вложил, да, там оно вот так взлетело, и ты продал, и вышел, и как бы всем классно. Такого нет, и мало кто согласен на стратегию. Ты знаешь, наверное, это связано все-таки с идеологией какой-то. То есть есть какие-то инициативы, ну, вот, например, опять же, про Диму, про которого упоминался, его B2K. Все ребята в России, все, это российский продукт, который работает на международный рынок, но он один. Понятно. Ну, слушай, регуляторики же много где нет. Вообще странно, мне кажется, где нормально отрегулировано крипто, как будто вообще нет. Ну, слушай, есть страны, которые, ну, типа, Беларусь, в которой легализован, наоборот, криптовалют. Для этого созданы все условия, пожалуйста. Многие... Там, наверное, тоже нет ничего. Ну, в смысле, в плане веб-3, там, стартапов и всего прочего. Ну, они оттуда ушли. То есть там вот парк высоких технологий разогнали, ну, все. Ну, вот, там есть проблема с кадрами. То есть у них рядом есть Европа, где там зарплаты выше, и, опять же, вот, политический фон, его нельзя, к сожалению, исключать. То есть, ну, с точки зрения какого-то комфорта для криптонов, там, прекрасно. С точки зрения инвестиционного климата, там, опять, плохо. Хорошие ли там специалисты? Хорошие. В России есть хорошие специалисты, да их много. Вопрос в том, что сюда деньги пригнать невозможно. Все боятся. Как будто интересный замкнутый круг, получается. Это люди, которые как раз должны создать возможность для того, чтобы сюда пригнать деньги, чисто технически, я имею в виду. Но они не могут ее создать, потому что не пригоняются. У них нет денег, да. Ну, то есть, понимаешь, мы сейчас находимся в той фазе рынка, ну, высоких технологий в России, когда, к сожалению, решают энтузиасты. Ну, или к счастью. То есть, если у тебя хватает силы воли, у тебя хватает мозгов, терпения и так далее, то есть все почему идут вот в эти истории? Потому что они ждут вот такие вот иксы легкие. Я сейчас сделаю штуку name, и вот у меня будут иксы. Нет, так не работает уже. Да, у нас есть какое-то количество обменников. Да, они там что-то зарабатывают. Но вопрос в том, что системности в этом нет, в подходе. Понимаешь, вот возьмем недавнюю новость МТС, там, полъерда хочет вбухать веб-3 стартапа. Проекты, которые туда зашли, два из них – это обменники. Все, что нужно знать о состоянии веб-3 рынка в России. А должны кто зайти? Кошельки, сервисы. Пожалуйста, у Сбера на Хакатоне были прикольные ребята. У нас на Хакатоне были прикольные ребята, которые там, например, решают вопрос с перепродажей вторичных билетов с помощью NFT. А почему они не заходят туда? Ну, потому что они такие, мы сделаем, приходят к какому-нибудь условному Яндексу, говорят, чуваки, я сделаю, вот можем перепродавать билет на вторичке. Все прикольно. Они говорят, а, нахер не нужно. И все. Потому что есть монополии, в которые хочется встроиться, но тебя туда не пустят. Погоди, ты сказал, что вот МТС хочет выделить полъерда. Ну, выделил уже, да. Ну, выделил, да. Почему туда не прийти и сказать, чуваки, вот из этих полъерда дайте нам, не знаю, 50 миллионов. Ну, это же первый такой кейс. Поэтому я думаю, что те ребята, которые... То есть, знаешь, может быть, попалось в промежуток. Во-первых, нужно понимать, крипторынок находится сейчас в таком нестабильном положении. То есть это и не буллран, и не медвежка. То есть такое колебание непонятное. Это первое. Ну, сейчас после халвинга биткоина идет перестройка рынка. Очень много сложных процессов. Подождите, буллран и медвежа, это, соответственно, игра на повышение и игра на понижение. Да, да, да. То есть, когда все идут покупать и когда все идут продавать. Медвежка, как это говорится... Все продавать идут. Все продавать, медведь запасает жирок и ложится спать. А буллран, бык бежит, бежит, бежит. Вот. Собственно, это фаза рынка. И, возможно, просто попали вот в такой промежуточек, так скажем, да. Просак. Если так можно выразиться. И вот ребята, да, которых я упоминал, с их лаунчпадом, они же взяли грант Тоновский. И, собственно, делают это для экосистемы Тон. И это вполне разумно. А здесь Аксель МТС, я не совсем понимаю, на что он нацелен. Мне кажется, это просто прощупать почву, что есть. Ну, какое-то такое зондирование происходит. Отечественную биржу не создать. Она, во-первых, не нужна. Во-вторых, конкурентная масса высокая. Этих бирж уже херва гора. И чем она будет отличаться? То есть не очевидно. И таких вопросов очень много. И в России не появится долго еще, на мой взгляд, веб-3 технологии таких прям крутых. Пока у нас не будет решен фундаментальный вопрос с наличием своего кошелька, которым мы можем управлять. А, слушай, ну а в мире есть какие-то, ты говоришь, в России не будет каких-то сервисов, которые не биржи. А в мире какие есть примеры сервисов крутых, которые не биржи? У меня было ощущение, что только одни биржи, собственно, есть. Смотри, Rarible, OpenSea, кошельки всевозможные. А, да, вот ты сказал, что национальный кошелек нужен. Это что, значит? Значит, что у нас будет отечественный кошелек, который, собственно, будет контролироваться разработчиками из России. И не будет вот этих неловких ситуаций, как вот, например, в прошлом... Ну да, в конце прошлого года, по-моему, в декабре. Есть такой протокол. Это вот, к слову, про штуки, которые существуют. Wallet Connect. Это универсальная штука, которая позволяет тебе любой EVM... EVM, это все, что работает на эфириум-сетях. Кошелек подключить к сервису, авторизоваться с помощью него. В одночасье они вот так вот просто вносят апдейт в свой гид и говорят, что они теперь централизованный сервис. И забанили российских пользователей, из-за одно украинских. Вот. Потом все откатили, и буквально через две недели все вернулось на круги своя. То есть он снова всем стал доступен. А надо, чтобы, соответственно, так нас не могли забанить. Конечно. То есть, грубо говоря, ты не потеряешь доступ к кошельку, но ты не будешь иметь интерфейса. Соответственно, нужен просто свой отечественный интерфейс, который позволит что-то делать. И чтобы он был встроен в какие-то другие сервисы. Например, тот же самый Wallet Connect. А почему у нас такого не делают? Кто на это денег даст? То есть там экономика, бизнес-модель там очень тяжелая. Там не получится быстро заработать, плюс высокая конкуренция на рынке. Соответственно, у тебя должен быть поток пользователей, которые будут пользоваться этим кошельком, хранить там свои средства, плюс какие-то штуки туда интегрировать для того, чтобы там доп. заработок. То есть, посмотри, пример MetaMask, у них внутри есть портфолио, у них внутри есть небольшая биржа, у них внутри есть бридж для того, чтобы обменивать активы в разных сетях и так далее. То есть, они вот тут вот добирают, да, плюс рекламу. То есть, например, да простят меня все криптоны, и они меня сейчас вот прям с саными тряпками закидают, я тебе гарантирую. Но, например, когда мы говорили о том, чтобы в холдинге ВК, то есть мы делали ВК и NFT во ВКонтакте, когда мы в холдинг ходили с идеей о том, чтобы сделать в холдинге подразделение, сделать свой кош как раз и так далее, одно из предложений, которые я там внес, это трекер рекламный разместить. То есть, если у чувака есть криптоактивы, мы будем показывать ему рекламу. Аудитория там стоит бешеных денег, ну реально вот CPM, у Telegram мы замеряли, что порядка 7 тысяч стоит. Ну это прям много. И реклама криптонам, веб-трешникам, она всегда будет дорогая. И если мы научимся по ним таргетироваться, мы сможем что-то сделать. Но нам сказали неинтересно. Ну ладно, неинтересно, неинтересно. Окей, ну вот, допустим, я разработчик, да, начинающий чувак, который ищет, куда бы ему там свои отнести секунды драгоценного времени. Что вообще мне надо делать, чтобы, короче, вот все... Не уходить на хакатоны, делать пед-проекты, пробовать общаться в тусовке. Ну языки, то есть мы уже поняли, да, это Rust, это Solidity. Да, 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 Rust, Solidity, плюс там есть какие-то фронтовые библиотеки, естественно, это там Type React, если с точки зрения фронтенда, мобильные разработки. Ну там практически все бэкэнд отдает, там мало чего такого вызова. Ну тут понятно, тут уже обычная мобильная разработка. Да, 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 тут обычная мобильная разработка. Собственно, дальше ты идешь на хакатоны, пробуешь, 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 пока не получится. Где-то вообще есть, ну там, почитать что-то, что вот про эти языки, про... Да, информация... Про Rust-то понятно, но про Solidity реально... И информации полно, полно информации про Solidity, про все... А как выглядит пед-проект для вот такого вот смарт-разработчика? Ну, может быть какой-то интересный смарт-контракт, может быть, ну это может быть смарт-контракт, который выполняет какой-то набор функций, который может быть интересен каким-то пользователям, то есть он может его разместить в открытом репозитории, чтобы его переиспользовали. Он может также запросить какой-то аудит, он может вписаться в стартапчик, еще что-то. Ну, на что вообще смотрят, типа, вот я прихожу к тебе, да, вот ты делаешь там VK NFT, ты нанимаешь себе чувака, который должен писать вот эти все там смарт-контракты условно. На что ты обращаешь внимание в первую очередь, грубо говоря, ну там, глядя на резюме условно? Слушай, ну, во-первых, это опыт непосредственно с чем работал и какие-то примеры кейсов, которые можно пощупать. То есть, чтобы ты понимал, как я попал в VK NFT, я на шару отправил отклик на HeadHunter, написал, что там, типа, делал вот такой вот проект про крауд, там рассказал и так далее. И попал вот прям в точку, и все, и случилось. А Сабес, есть какой-то технический вообще? Слушай, технический Сабес, да, но в бигтехах там сейчас везде практически ты идешь по процессу, и, естественно, у тебя прям во весь рост. Но они не спрашивают про Web3, они спрашивают алгоритмы, структуры данных. Да-да-да, ну классический набор, потому что ты в любом случае кодишь в рамках общей системы, а в Web3 это такая приправка. Но все равно же вот непосредственно вот этот чувак, который разрабатывает там смарт-контракты, грубо говоря, и делает вот эту всю Web3 часть, да, он словно вот его же как спрашивают? Ну, слушай, ну ты задаешь ему какие-то, ну, то есть технические вопросы в зависимости от компетенции лида. На тот момент, когда мы принимали человека в команду, у нас не было таких прям мощных компетенций. Это какие-то рекомендации с рынка, и плюс это какие-то вопросы там, типа, про решение тех или иных задач. А как ты вот на это смотришь, а что ты знаешь об этом, ну, то есть и сидишь ковыряешься от тех сторон. Нет ощущения, что из-за того, что индустрия довольно молодая, то кто первый халат надел, тот и доктор, типа. Слушай, оно очень быстро выявляется, ну, то есть очень быстро выявляется, очень быстро становится понятным, когда ты занимаешься непосредственно продуктовой разработкой, прям. Я к чему, я просто прослеживал очень несколько, ну, зарождение нескольких крупных таких фреймворков, типа Compose, Flutter, Kotlin Multiplatform, я вот, ну, прям вот, что называется, еще до того, как это даже в Альфу вышло, уже мы начали использовать. И там собеседования выглядели очень странным образом. Там, в принципе, если чувак, ну, хотя бы, знаешь, там какие-то, ну, там, хотя бы мычит в нужную сторону. Знаешь, такой дарт. Да, да, типа мычит в нужную сторону, уже подходит, потому что, ну, реально, людей нет. Сейчас нет такого? Нет, слушай, сейчас уже рынок устаканивается, просто вопрос в том, что мой пример не совсем репрезентативен относительно рынка, потому что здесь кейс о том, как Web2-компания попыталась сделать в Web3 функционал внутри себя. А если мы говорим про Web3-стартапы, которые непосредственно занимаются, там уже замес покруче. Там уже ребята понимают, что спрашивают. Конечно, конечно. Просто сейчас по всем вот этим технологиям, ну, и перечисленным, уже нормальные собесы, уже не проходит знать просто, типа, там, хотя бы базовые документации. Ну, понятно, конечно. Уже, да, уже начинают копать вглубь, уже начинают спрашивать, что ты пошаришь или нет. Тут тоже уже начинают копать вглубь, там и про оптимизацию разговора, там много чего можно спросить. Начиная от инфраструктуры, о том, как устроена инфраструктура, до решения каких-то вопросов, типа, отслеживания транзакций, как будешь реализовывать. Блин, очень интересно. Но ничего не понятно. Но ничего не понятно. И надо заканчивать на самом деле. Что пожелаешь начинающим криптонаморам? Я имею в виду не тех, кто в комикатыкает, а тех, кто хочет, ну, реальные какие-то вещи делать. Ну, первое, что я бы пожелал, это критически относиться к всему тому, что вы узнаете, что вы слышите, слушаете и так далее. Потому что навешать лапши на уши сейчас может кто угодно. Второе, это не стесняться пробовать. Чем больше вы пробуете, чем больше вы в тусовке, тем больше у вас всего будет получаться. И тем больше вам будет интересно и понятно, куда двигаться. Третье, не замыкаться, быть открытым ко всему новому, потому что рынок веб-3, он изменяется с громадной скоростью. И есть некоторые вещи, которые не всегда очевидны. Вот, например, хороший пример был, например, хороший пример, заговариваюсь уже, устал. Был хороший кейс, когда мы разговаривали с командой, говорят, вот, Телеграм, это второй блокчейн по величине. Я говорю, нет. Говорит, почему? Я говорю, потому что второй, это Солана. То есть для нас не очевидно рынок Соланы, а он на самом деле второй, а Телеграм третий, что ли, или четвертый. Ну, то есть вот так вот. Поэтому доверяйте своим глазам, вникайте в суть, не стесняйтесь спрашивать, углубляйтесь, не будьте поверхностными, любите маму, мойте руки с мылом. И смотрите наш канал, естественно, потому что тут все самое интересное можно узнать. Спасибо тебе большое. Да, спасибо тебе за то, что пригласил, спасибо чувакам из Ассоциации региональной молодежи за то, что нам предоставили. Такой прекрасный фон. Да, реально огромное спасибо Ассоциации региональной молодежи, потому что, блин, место, в котором мы снимаем, все очень крутое, ну, вы видите. Да, вот, мы пойдем играть в Соника. Все, всем пока. Соника. 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 Субтитры сделал DimaTorzok